мы уже в эфире так что полезно тимур женщине меня не поменяется уже все уже все да и вот это еще гифка помните с ленивцем который типа этот свет и зла пускает такой follow your dreams ты говоришь про ленивцы а я почему-то каждый раз вспоминаю эвоков и звездных войн знаешь которые типа байды пилу i'm going in dry шутки шутками а я вспомнил эту историю по поводу ленивцев связано с тем что говорили же все типа как они очень выживают почему почему они вообще выживать если типа вот они такие медленные на земле должны же все типа убивать как ведь не должны были выжить мне кажется что никому не нужно это зачем они настолько костлявые типа и не вкусные кому не нужен невкусные никто не жрет из-за того что они там шарики учили в там да как бы типа в основном тусуются на деревьях их типа не очень часто можно встретить валяющимися вот там в грязи где-нибудь да но если и просто все хищники привыкли что тип их как будто бы и нету существует но как бы поебать вообще ероха короче она от мир животных знаешь такой тип как никому нахуй не вместо диме сегодня стив джобс да если в черный это не водолазка это футболка но тоже похоже да и здесь надпись смотрите смотрите как он первый представлял выходе из футболки ведьмака что-то хотел в будущее заглядывал то блять человек нас то с тобой гораздо умнее был да и знаешь такой голос раскатчика но на маке ведьмак до сих пор не вышел это все поле искажения реальности стива джобса так работала да здрасте забор покрасьте завтра кассе номер 165 начинает свою нелегкую тяжелую средочную работу потому что среда мы обычно пишемся по понедельникам но сегодня среда вот так получилось так вышло и сегодня в 165 завтра кассе участвуют я ваш ведущий дмитрий зомбак из далекой казани у нас максим зарецкий максим голос голос максимум шалом шалом хавер и сиба и с близкой нам москвы дружественного москвобада тимур альси и фильм люки да это я так надо будет рассказать сайф альмулюк я не знаю как правильно но но сайф альмулюк потому что это там старая древняя легенда и в общем-то это довольно крутая фамилия потому что меч королей означает секундочку ну ладно да поэтому ничего не поделать и в общем-то я вас всех категорически приветствую в этом добром времени суток вот просто собрал бингу сейчас только что и мы не осуждаем на давай мы начинаем на самом деле наш замечательный завтра касс номер 165 эти такой прям вот ноябрьский такой с того же нам занесли кровь с молоком я бы сказал да нам короче занесли пацаны как вы помните прошлом выпуске мы говорили про сервис такой который называется море тв он же more tv знаете ну вот как говорится на ваш вкус он же море в общем то да мы еще раз в общем то как раз вы про него напомним потому что довольно классный сервис новый для просмотра фильмов и сериалов а еще там есть телевизор ну то есть потому что всякие все там он ба там вот интересно если я вот прямо сейчас на стриме нажму на ее всем не покажет чем вот и смотри сейчас тебе нависи вайл дать 164 спорты втянуть 163 240 короче и да и все работает марика вот масса между против диаса и даже не за кто это было же каре максим и ты аккуратнее разговаривает все-таки все там они бтс понимаешь поэтому да я бы на том месте был бы что я в другом городе но в татарстане это не спасет мы уважаем мы уважаем просто как вот поэтому в общем то в чем прикол что сервис настали действительно довольно классный они очень быстро растут они только-только вышли из беты насколько понял буквально вот чуть ли не на днях и они у них большое количество эксклюзивных сериалов которые в том числе не только русских а ну смысле эксклюзивных русских но и эксклюзивно выходящих именно у них день в день иностранных сериалов а некоторые вообще есть сериал которые эксклюзивно только у них показаны в целом россии типа того же самого там рассказы служанки вот поэтому вы можете воспользоваться промокодом завтра каст он вам даст возможность получить там месяц бесплатной подписки нас уже в тизере все поблагодарили сказали что пацаны мы будем использовать ваш промокод для того чтобы смотреть нба и и все такие да это действительно так типа не забудьте что нужно будет подключить свою карту для автопродления но вы можете потом это автопродление выключить в общем-то практически сразу же так что дело ваше вот more tv он уже море тиви довольно классный сервис новый дайте ему шанс попробуйте ну не понравится не понравится понравится ну класс вот и мы продолжим знаете чего с того что нам еще раз нам опять занес магазин который называется с рукавами рф если помните это такие замечательные пледы с рукавами вот и в общем то мы хотим вам общем то посоветовать эти замечательные пледы потому что у меня тоже есть один такой он действительно классный вы можете совершенно спокойно на новый год знаете когда вот вы мучаетесь что подарить короче это довольно интересная штука можете пойти и это как раз сделать купить плед с рукавами они симпатичные хорошо сделаны доставляют везде и в общем то это довольно недорогие кстати промокод завтракат с латинскими буквами знаете с так как . с как доллар с как доллар да 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 с мат с маленькой буквы даст вам скидку 10 процентов не если вы будете покупать так что отправляйтесь на с рукавами . рф прям вот вот так вот короче и покупайте по себе пледы набирать маме купила семья довольно какие ну на самом деле честно скажу не было на куплет он отличный плед то есть вот шумоизоляция на балкон необычный кейс просто все будут говорить про пледа у меня необычный кейс у меня вот шумоизоляция на балконе сделано вот а то вы как поглотитель шума на окне это этот плед и он офигенно работает как поглотить и шума помимо того же надо было его на минеральную вату еще посадить комплект берет его эти познаете снимает закутывается в эти все в рукава короче такой ведь как маленький пепе такой ножками так делает короче и и смотрит мультики тебе надо отдельный подкаст писатель смр описание мемов вот серьезно в общем-то пацаны насчет смр пепе и мемов у нас главная новость неделя так даже наверно года блять десятилетия ну я я серьезно как бы новость десятилетия пацаны это серьезно я бы халпайсом я писал в канал что эту новость надо воспринимать через точку значит там типа вальф анонсировала игру вселенной но так больно мне делаешь сердечко заболело называется half-life алекс и насколько пишет нам арс техника это приквел к half-life 2 и они один заметьте как как мы понимаем расскажет про алекс что вполне логично и история будет в том что там используются какие игры грави перчатки или грави короче магнитные перчатки ну короче какая-то история того что ты будешь использовать обе руки для вера шлема который ищите си ищите вальф индекс то есть она будет она будет работать и на других шлемах конечно же но топовый шлем на пока потому что это какой-то еврейское слово шлем это такой придурок который все во все вере играет знаешь то есть шлем или есть короче шлема за вы еще шлемак понимаешь шлема шлема козу ну ну в общем пацаны чтобы понимали опять же про эту игру на самом деле дайте как говорится вот 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 самое любимое занятие дима знаете когда выходит какой-нибудь анонс он смотрит старые сливы на фурчане где-нибудь там типа и чуть типа получилось все не получилось ой слушай у меня тут недавно была история про dead stranding я же лично писал нам в канал в году так наверное две тысячи семнадцать шестнадцатом и льда и там семнадцатом те сливы на фурчан которые были пропадать тренингу и там значит было и какая была история там короче главная героиня которая вот это нет не ли сюда а вот именно литзи вагнер как я мили она должна была быть в шлеме пикель-хельми из первой мировой войны эти утечки просто и тогда это казалось абсолютно логичным и там типа разговаривали про геймплей и якобы человек работал вместе с дель тора в съемочной группе и он говорил что игра представляет собой экшен где тебе надо охотиться на тех пятерых людей которые там заставки висели но ты помнишь на эту историю с первым же такой же был слив как раз по поводу там это был году тоже 2018 2017 о том что там чувак рассказывал типа что вот он там тоже типа работал с кем-то там что-то там и рассказывал про то что типа главный герой если умирает короче то в этом месте образовывается огромный кратер у меня про кратер и про эту историю это было понятно и сама первый трейдер вот серьезно да хорошо может быть не из 1 2 2 2 2 это сразу почти засветили я могу сказать что я вот сейчас играют без тренинг я прошел явно дальше чем вы его бы я вначале 3 глава и я могу сказать что фанаты вот которые знаешь там писали моя теория того чего рис еще до выхода игры они угадали очень многое ну то есть реально очень много и поэтому если ты следил за этой темой то ты такой кодима сделал вот так да ну понятно ну а не хорошо я нет я не против но как бы просмотрелся эти видосы на кухой и на идее ну хорошо давайте вернемся к теме ну вот half-life alex там что слили смотри все говорили во первых что типа вольф было в делает игру для vr последние типа два года сегодня вот игра для vr игра для vr как бы все думали чудо хуйня не там сейчас сделаю какую-нибудь вот уверен вот в итоге оказалось что они делали именно вот эту игру то есть они якобы минимум два года ей занимаются вот потом говорили о том что после того как внутри движка source 2 засветились название оружия про какие-то перчатки что-то типа грэбити грэбити грэбс или что-то такое как-то и где-то лучше скидадул скидудол юрди казнау нудроу сука если вдруг кто не понял что что-то типа крэкспекс фекс типа твой хук твой хуй больше не стоек если ты прочитал историю про гарри поттер и блядь абсолютно все не могу потому что нет гарри поттер родился восьмидесятых мы сейчас около 40 вот это плюс-минус да следующая книжка по гарри поттера снова то и там типа гарри поттер и кризис среднего возраста гарри поттер и водочка по акции просто абсолютно добил твит которыми прислал чувак какой-то где картинка бля я сейчас попробую вам показать на стриме чтобы вы понимали о чем идет речь сейчас я вот так и и открою гарри поттер и сибири язвенное захоронение на эту тему в твиттере был шикарная теория что типа а ведь родственники могут пить оборотное зелье и бать друг друга и первая моя и первая моя мысль не подавайте роулинг блять идеи пожалуйста хватит но она сейчас поймет что в общем-то пора возвращаться в бизнес до и уридера вот обожья у него не взлетела историю с ее замечательными книжками которые были как детективы написаны я понимаю что рэлти хватит просто как бы ну она такая типа не самая лучшая работа сама лучше работает вот эти детективы пытаешься понять кто же последние странички выясняется что это слово дима я понял да извините но я к тому что half-life алекс мы знаем про эту игру только то что на подверг это что там будут перчатки до непонятные там будет типа якобы грави перчатки которую судя по никому сливы сливом что они будут работать примерно так же как грави пушка но типа немножко по-другому потому что геймплей будет базироваться на том что типа алекс соответственно ходит там типа делает какие-то вещи а ты типа ну там можешь притянуть объекты причем определенного типа размера до определенного размера подруге типа столкнуть и все это еще укладывается в то что у вэлф индекс у них же есть новые контроллер режим контроллер а пальцы отслеживает да да который отслеживает типа пальцы и якобы вот это ощущение того что ты берешь какой-то объект выдают вот так выглядит в общем реально они пытаются создать в игре вот это вот ощущение того что ты действительно берешь взаимодействие с каким-то предметом то есть прям вот ты его там крутишь руками и пальцы индивидуально прям вот эти я тебе даже могу сказать в каком жанре это будет использовано раньше чем вылить half life алекс ну посмотрим вот как механик симулятора о чем-то подумал ну да как вариант в общем или в лыжных там говорят типа знаете потрогать жопу алекс бесценно пацаны вы будете играть будете играть за потрогайте себя за жопу not game да но как во всех вот этих замечательных vr играх короче вы будете смотреть сами на себя а вы бесплотный призрак и камера на ножки дал вас будут руки довисеть в воздухе таки найти руки вот в этих перчатках и и кожаных короче и ты такой типу тут тут все макс на стриме делал вот так это было в этом в blood and truth если что да там это работало почему это не будет работать в half life алекс я думаю что будет ну имейте ввиду что про игру действительно пока еще мало чего известно и про нее но кажется 21 числа официальный вроде как вроде как четверг на это четверг по американскому времени так что скорее всего часов через сколько 78 до произойдет ну короче когда подождите среда завтра четверг ну вот автор и покажут завтра покажет завтра все да я я почему-то 7 четверг извини на я не бежит что продавал один час типа такой что завтрак завтра так что к этому моменту как выпадет этот подкаст вы узнаете уже half life и больше чем мы вам сейчас расскажу да именно вот пацаны дальше короче мы говорим о чем о том что как вы понимаете все ждали нормального half life все уже привыкли что его нибудь и вообще принципе люди не ожидали что что-либо вообще выйдет за вселенной half life и когда вы приходите внезапно говорит что типа все таки будет что-то и причем знаете как говорится не зассала сказать что эта игра будет чисто для виара я так понимаю что скорее всего они очень уверены в этой игре но у меня есть некоторые проблемы с этим связаны с тем что в артефакте они тоже были очень уверены можно еще ты помнишь как от кодзима кодзима ушел из канами и канами на полном серьезе пушила ролики с мгс-3 с переделанной графикой а потом выслушит починка автомат очень красивый графон такой типа теперь заново переживи сагу починка автомате так тупо что просто пиздец вот представь себе вальф пойдет по тому же пути то есть до vr может быть там как-то более менее в игра выйдет но пёс на мобилах 3 вряд давно тебя не было в сити 17 короче в общем вы знаете я очень боюсь что может оказаться что игра будет говном потому что большая часть людей которые работали над вселенной холф-лайфа ушли из вэлфа пишут карты с голуби вартигонтами это это в артефакте было вы просто в него не играли но вообще я вам напомню что у вэлф есть команды людей которые умеют делать симуляторы ходьбы с подниманием предметов и голосами в голове и разговором по рации и разговором по рации вот потому что помню вам что компания компасанту которую сделал свое время позже надзором он же файру watch они в общем-то принадлежат компании вов на данный момент и там была очень смешная ситуация я писал несколько месяцев назад в твиттере смешной твит такой угарный твит типа а помните in the valley of gods типа такая вот игра от компасанта которую купил вэлф да и я тоже сказал что они помогут ее доделали и вальф тоже как оказалось не помнит потому что у всех людей практически кого-то там публичные твиттеры и у кого было написано что они работают над игрой in the valley of gods внезапно единомоментно упоминание in the valley of от пропали вот и я не удивлюсь если знаете была такая игра где-то такая вот сильная женщина ходишь по пирамидам по пустыням у тебя есть некая компаньонка короче ты решаешься такие загадки общаешься решаешься ки психологические дилеммы а потом приходит габин и говорит да отличная игра хорошо хорошо а подверг сделаете да сделаем а можно поменять девушку на другую девушку на какую девушка мужчину такая девушка вот алекс завод можете на нее поменять и не таки ну можем а что за девушка такая ну а теперь вы делаете half-life такие окей я я уверен что скорее так и дверь при этом вы должны понимать следующее то есть поскольку у нас у большинства слушателей уверен дар нет потому что поехавших мало тип меня вот эта игра она автоматом завязана на трекинг рук и из нее выпадает огромное количество людей у которых яр есть то есть даже если у вас есть вар вот у меня например из psvr не скоро появится окулус квест но я не попадаю в целевую аудиторию этой игры не смогу в нее поиграть потому что там нет трекинга рук но вот такого вот перчатки подожди а с чего ты решил что там не будет какой-то я уверен что там не будет воды будут упрощенные находит упрощенная до управления линка это как у меня например знаете вот покачать биби я просто кнопочку зажимаю и вот это всю ебанину знаете по покачать контроллеру в пиздугару нажимаю и все и здесь то же самое будет коричу типа нажал типа предмет притянулся все вот эти все об облапывание там пистолетов короче вот это всего не будет ты знаешь просто самое хорошее про алекс про вот эту игру на самом деле кто-то писал в твиттере что типа что не дождусь когда я смогу поиграть half-life в алекс и поводить значит поднять значит эту как ее звать банку на вокзале когда меня попросят и повредить лицу npc просто медленно так с унижением это история тут вот так типа такой дискептично к этому относишься я практически верю что когда она выйдет она будет поддерживать абсолютно все шлемы разные абсолютно схемы управления и ты поиграешь в нее через свой psvr через как там софт назывался то что под виндой выпустить и в общем через нее вот я уверен что игра будет хорошая проблема в том что лично я например и собираюсь ее смотреть на ю тубе а почему нет ты в курсе что ты даже можешь на iphone каким-то я тут выяснял я выяснял недавно сколько стоит вершли современный до нормальный хороший вершли и если вы покупать не там в сша чтобы он к тебе шел хер знает сколько с через там посредников каких-то вот эти вот я его хочу купить в москве вот прям сейчас завтра пошел и купил куда так вот вальф индекс в москве стоит самый дешевый я нашел 95 тысяч 95 тысяч это компу который должен тянуть эту ерунду ну то есть ладно комп у меня есть но у многих-то его нет ну допустим еще тысяч там 6070 может быть даже 100 на комп ну то есть двухсотку так возьми отдай для того чтобы поиграть vr игру вряд ли многие на это пойдут ну вряд ли а с другой стороны у нас есть куча всяких как они называются игровых клубов в которых есть я аркады да и ты можешь пойти поиграть и наверняка эта игра будет там стать по умолчанию потому что мне кажется что у вальф в очередной раз пушит свою историю как они пушили в свое время со стимом если вы почитали бы когда-нибудь истории о том как народ хуй сосил steam 2000 там каком четвертом году и там писали что типа да какой мудак в здравом уме будет игры качать из интернета если их можно купить на диске и вот я прямо помню это как у меня был да и все с этой хуйни бомбили блять без исключения никому не нравился steam это было три четвертом году сейчас повторять ситуация с вяром все таки а нахуй нужен так далее я практически уверен что если у вальф выгорит то это будет та игра ради которой ты пойдешь покупать шлем для чего это нужно для того чтобы был хотя бы один единственный систем селлер для вальф индекса потому что остальные игры ты можешь на них просто хер забить а тебе реально нужна такая игра которая тебе продаст это железо это кстати парадоксная с димой согласен потому что psvr ведь на самом деле при том что мне очень нравится это одно из самых дешманских вяр решений там очень хуёвый трекинг у контроллеров там не очень хорошо раскиданы некоторые моменты но во всем при этом там есть астробот там есть blood and truth там есть еще куча игр реально охренительных игр ради которых не не впаду взять ну и сам шлем стоит сейчас 20 тысяч в среднем то есть цена низко можно даже еще дешевле до за 15 можно урвать на черных пятницах всяких то есть я уже думал о том что вот сейчас как бы будет взять не взять но потом вспомнил что скоро же выйдет psvr 2 еще на два года растянется да 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 не забывай об этом вряд ли он выйдет на старте ps5 я просто потому что вот систем селлер half-life новый возможно хороший возможно плохой мы не знаем но я уверен что кто моменты вы послушаете этот подкаст если вы слушали его уже покажут уже покажет мы уже будем знать что это такое и вы такие господи они серьезно это обсуждают блять я чувствую себя человеком из будущего а вы или из прошлого давайте короче зачитаем донатики у нас их уже много короче пузик тимура занесло 300 рублей так ну как что кто дима спасибо за монтаж об этом могу значить но так или иначе тони занес нам 100 рублей говорит в выпускает half-life alex для vr интернет спустя 0,000 8 секунды выпускает half-life alex vr омпорно нюдов так будет пацаны димка просто как ларксон который знаешь там едет по офисам бибиси в маленькой машинке мимо подхода проходит ведущие местных новостей фиона брюса он такой сидит в этой машинке говорит she has quite a nice bottom типа у нее очень неплохой зад я что сказал это вслух так короче не главное но еврей нам занес 100 рублей пишет пацаны весь день ждал 21 часа только сейчас вспомнил что в израиле время до приводили а минус один час подкаста чувак не расстраивай опоздали 21 45 так что как бы только в минус 15 до 8 все хорошо слышите ребят у нас еще одна довольно интересная новость была даже не то что новость а событием на этой неделе дело в том что xbox вот знаете вот есть там типа нинтендо дирекции такие а там не ебаться ваще анонсы есть там playstation директор и точнее как он там быстрее тупой все таки типа там last у вас трейлер показали и тут типа microsoft такая hold my fucking bear короче сейчас вот я вам покажу свой там xbox директ условно 119 называется да пацаны чё показали я пришли не смотрел короче и меня был немножко деньгая можете скачок чучу еще крутого показали дим чего верно я была игра от рейр потому что тебе она понравится абсолютно она выглядит очень мультяшно но она красивая прям красивая красивая но это игра стрел по-моему там будет онлайн компонент какой-то ну подожди подожди если это будет как see of sieves но только с нормальным геймплеем лупом не из семи за луп короче то в принципе я бы поиграл но проблема потому что она выйдет на иксбоксе остальные игры тимур я бы скажем так охарактеризовал следующим образом ты играл в раз ты просто козырей сейчас зашел скотина ты помнишь да вот эту историю с крафтом блять выживачим представь себе точно такие же игры только в разном сеттинге и все мультяшные одна из них от obsidian obsidian ты что показали а выживать там замечательная игра где ты команды я так понимаю что детей уменьшенных бегаешь от насекомых а джерри пштейн а то есть ты бегаешь маленькими детьми от гигантских насекомых оборотни жуков оборотни и строишь там свой лагерь и проще ну так короче я просто на все это смотрел и думал раньше когда показывали видеоигры неважно там sony показывала там nintendo еще кто-то все напирали на то что вот типа реализм да ну то есть как бы там вот у нас есть такой графон всякой графон и вот это классный вот это замечательно и вот это клёво сейчас ты смотришь на вот то что показали такой думаешь а почему это опять игра которая стилизована типа вот ну как знаешь такая типа под мультик под мультик да зачем это делается ну то есть на кого это были играли дети нет это не детские игры ну как бы вот там все все типа условно его же него могут играть даже дети двенадцатилетние да ну все втивс да но я просто потому что мне кажется это все исключительно из из-за того что во первых делать реалистичные игры довольно дорого ну то есть как бы это тяжелее рожью само по себе да а второй момент то что ну как бы людям то все равно людям главный геймплей и поэтому когда ты смотришь на эти ролики они не производят на тебя никакого такого впечатления что тебе прям хочется пойти поиграть то есть там показали много разных игр но вот ни одна не зацепила из тех что показывали единственное что по поводу да вот этих уменьшенных всяких персонажей и как это классно выглядит я могу сказать что мне сам по себе именно вот принцип игры не нравится но я всегда хотел поиграть в пикмина на нинтендовский потому что нам вот эта история с маленькими персонажиками которые красивенько бегают там среди всяких там кустиков морковочек там и прочее и там например там какие-то овощи пытаются достать и при этом там реально такой наш эффект тилт-шифта но и она настолько классно выглядело да прям прикольно выглядел и я всегда хотел поиграть но я понимаю что мне просто ну потому что сложная история которая вот не моё я думаю что просто надоест минут через 15 но я просто потому что просто если в такой стилистике что-то сделали но в более интересным геймплеем классным и если обсиди нам получится сделать блин почему бы нет может быть получится клево но то есть и никто не говорит о том что игра может получится говно но просто проблема в том что армата это это просто тоже игра обсидиум если что я напоминаю я напоминаю сверчки сверчки просто что оборотни что вообще мне очень нравится это совпадение что сначала значит они покупают две студии известные своими сингловыми проектами это значит ниджи теория и обсидиум и неожиданно у этих студий на следующих выставках xbox обнаруживается два онлайн проекта один из них геройский шутер а второй из них онлайн нажимать но они были сделаны очень маленькой командой еще до приобретения что как бы в прекрасном будущем microsoft где все покупают xbox game pass и разработчикам платит исключительно по пропорционально времени вовлечению игре да как бы то сам понимаешь как бы ну ты сделал игру на 6 часов получил 6 часов сделаю гурно 120 часов получил 120 часов денег то 20 часов денег короче зато у нас появилась игра ну которая явно выйдет везде и не только на иксбоксе новая игра don't know да и она выйдет только на пока иксбоксе потому что ее издает мой xbox games надо ну неважно короче для меня пока и xbox в ней есть плод твист дело в том что это life is strange и она выглядит как life is strange и она похожа на life is strange за исключением одного плод твиста и этот плод твист то что главный герой там типа брат и сестра и брат это первый персонаж первый персонаж трансгендер видеоиграх то есть он прям вот и вся его история она допустим написали в пресс-релизе что они с как-то из называется glad glad за репрезентацию геев лесбияных трансгендеров и всех прочих вот они типа топили чтобы показать идеально и поэтому tell me why это новая игра don't know да она выйдет по моему летом 2020 она будет вот первой такой игрой и у меня есть ставите в главе угла вашей игры они там ее сюжет или там какую-то там типа вот твист почему она меня должна заинтересовать например да то есть как бы ну вот пенпер наплевать на проблему трансгендеров то есть договора щели но хочет тебе сверчковый момент ну давай ну а помнишь была такая игра она назвалась life is strange уже второй сезон с этим есть проблема ты знаешь я все ждут выхода этого сезона полностью да чтобы в него нормально поиграть но проблема в том что из-за того что они стали заложниками своей модели мы уже много раз это обсуждали что они в трейлерах каждого нового эпизода спойлерили уже там но если будет по сюжету и ты уже такой ну бля я не хочу это если ты как бы но следишь а если ты не садишь но и как бы на стать я вот не слежу например я бы я бы поиграл на самом деле в life is strange мне первый life is strange очень сильно нравился я думаю что и второй наверняка тоже классный потому что в этой истории там с двумя братьями которые там один маленький другой тип взрослый ну то есть наверняка там можно как-то закрутить и вот та же история с этим отел милой я уверен что история с персонажем там трансгендером и его там сестрой можно классно закрутить но зачем вы строите рекламную кампанию на вот этой его особенности если можно было бы рассказать о том что это типу сюжет что это типа там не знаю там мистическая составляющая прочего и игре больше ничего нету это очень сложные они проблем то что они совершенно плохо оценивают реальное количество людей которых можно заинтересовать этим фактом дальше это люди которые кружатся своем они мирке который искренне считаю что вот эти 10 тысяч людей с одинаковыми тумблер аватарками которые топят там за что-нибудь и начинают там внезапно на эти такое большая толстая огромная сила которая может утопить кого угодно короче они считают что вот эти люди пойдут и купят их игру но нет они не пойдут и не купят их игру это как вот эта знаете история с ангелами чарли который сейчас элизабет бэнкс режиссер ангелов чарли новых перезапуску прошла и такая говорит типа что а вот мой фильм схлопнулся потому что мужики не хотят смотреть на нормальные феминистические типа фильмы экшены и все-таки причем таки смотрим чуда женщины нет стороны женщины в сторону я не знаю там килл билла как вариант то есть вариантов много где господи дону их 3 что вообще как бы алинировать свою аудиторию и говорить о том что вы знаете мой фильм не понравился вам потому что вот знаешь там вы там не любите лесбиянок или вы там типа не любите расовую репрезентативность и прочее это наверное самый худший путь я напомню вам что райану джонсону райану джонсону это явно будет стоить карьеры потому что судя по последним сливам эти чувак который просто не пиздел а молча делал джон фавро который мы поговорим сегодня еще про мандалорца просто тихо тихо делал короче сейчас чуваку уже проще говоря что скорее всего он будет следующую трилогию снимать просто в случае тех же самых ангелов чарли говорят что типа ну первые же были хорошие первые плохой пример потому что первый как раз сексистская агитка но с точки зрения вот всей этой истории да потому что типа голожопая блондинка виляет задом сам начать если помнишь такой фильм барбарелла были вот примерно вот в этом ключе типа красивые почти голая девушка которая говорит стой сейчас я тебя буду убивать да это понятно почему ангелов чарли там первые ну то есть считались таким проходным довольно фильм проблема с ангелов чарли который современный мне кажется в другом потому что я тут смотрел недавно там одно обзорщика который сходил и рассказывал что мне это насрать на вот эту повесточку мне наплевать на там какого рода там и сюжет и прочее мне хочется посмотреть на нормальный экшен то что это экшен кино get action поставлен говиона и это очень странно потому что если ты снимаешь экшен будь добра сделать нормальный экшен актрисы ты классно подобрала до актрисы очень хорошо играют умеют и у них есть там типа и химия между ними и вроде даже сюжет не говно но экшен нету экшена фильм то есть экшен выглядящим образом и он приводит пример то есть там типа девушка там одна из этих ангелов чарли типа дерется с другим персонажем и она подпрыгивает типа отталкивается от стены и ударяет его каблуком в лицо как-то выглядит фильме показывают что она к ним подбегает такой типа где типа размахивается следующий кадр тебе показывают летящий каблук в стену следующий кадр она куда-то отпрыгивает за спину то есть движение самого тебе не показывают как бы вот так выглядит и за счет этого происходит здесь как бы весь фильм сделан на кусках монтажных склеек весь экшен по моему это был то ли текен то ли еще где-то где лайм и как по моему это было им не сын который типа бежит и перепрыгивать через забор 18 это кстати в боге в богемской рапсоде сцена где они с продюсером знакомиться там 48 монтажных склеек за полторы минуты как бы драма добавить люди сидят и пиздят просто я кстати напомните что был такой фильм по моему назывался масса корр что ли где четыре человека сидят в квартире и просто разговаривают и резнял назывался в русском просто четыре человека сидят разговаривают в квартире короче столько драмы и экшена и тоже вот монтажные склейки на говоря говоря про экшен такого типа проекция такого толка пока мы далеко не ушли лучшей игрой на мой взгляд на x19 был microsoft flight simulator и ты сидишь в кабине 1 там сколько драмы и экшена происходит потому что он за игроки на где надо нажать 48 клавиш чтобы самолет взлетел даже режим для совсем этих не совсем это 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 же не играет же симулятор ну то есть как бы ты ты любишь симулятор выпустят а как вы ему кусты бушевая она там тоже кого муж мог дала скорее всего какая-то более-менее урезанная версия просто есть аркадная модель другой вопрос что меня другое удивило игру оказывается делает особо studios которые делали плактейл здесь делают не сама microsoft и движок там от плактейла даже плактейл который tell of innocence да 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 ну в общем так или иначе ребят flight simulator наконец-то показали еще там довольно все классно ремастер халу рича короче тоже уже показали его можно будет прям ближайшее время уже купить я как сони бой со стажем пев первый же день анонса пошел и купил себе коллекцию хайлов ну ничего короче ты что запустил она в декабре выйдет на 3 декабря по декабре выходит а вот халу там же по моему уже там вышел уже по моему 3 халу мастер чик коллекция давай я тебе объясню давай тебе все смотри давай хайла мастер чив коллекция вышла в 2015 году когда у меня был xbox и там были все части хайла кроме о 10 и кроме рича о 10 потом добавили спустя полгода или там не помню сколько прошло а рич так и не добавили и поэтому владельцы xbox а играли в рич в режиме обратной совместимости с 360 xbox это приводило к странным проблемам скажем честно потому что в те времена банджи очень сильно экспериментировали с графическим движком и на оригинальной 360 игра шла в 15 fps в 20 но иногда 30 когда типа везет ну то есть плюс-минус и в режиме обратной сместимости казалось бы что-то должно было исправиться да то есть местами стало получше действительно но все равно игра лагала и работала довольно через жопу так вот вы хоть и сказать что впервые выяснилось что наконец-то на пк-шеньки переделали абсолютно от хайла рич и он теперь работает заебись я вот жду не дождусь 3 декабря или там 4 декабря когда выходит на пока чтобы в этот хайла рич нормально поиграть потому что в свое время я на 360 xbox и и и на подбросил на середине из-за вот этой ерунды с 20 fps ами в нее было просто блять невозможно играть а у тебя какой был xbox потому что я играл на тот который горел а у меня просто был xbox 360 последней ревизии как я уже играл ну то есть как-то квадратники такой но ты на нем все шло уже хорошо но говоря про master chief collection ждем когда он наконец-то выйдет на пока заждались интересно другое потому что нам на мой взгляд самую интересную штуку они там показали в итоге за скобками это project x qual это их облачный сервис на старте там будет 50 игр будет на что если вы присмотритесь к картиночкам эти 50 игр выкиньте оттуда всю инди порошок то там будет 10 10 так что он все не так радужно да 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 значит но самое прикольное что во первых она будет поддерживать любой bluetooth геймпад вообще включая и здесь включается режим сюрреализма dualshock 4 то есть вы можете играть в halo с dualshock 4 но через а можно dualshock подсоединить к xbox one я бы не отказался через гимкс через любой переходник и самое прикольное что запустится как ни странно в достаточно большом количестве стран двадцатом году то есть сша корей канаде японии индии и некоторых странах западной европы это видимо там где дата-центр у майкрософт если вы кстати живете в этих странах и у вас есть android телефон то вы можете в принципе зарегистрироваться на project x cloud в бета-версию по-моему регистрации все еще открыто у нас есть люди завтра чате которые уже запустили прожить этот x cloud в россии через и пенда короче я не кстати не знаю через и пенда я видел ролик ну короче ребята говорят что принципе там даже учитывая что это в россии играбельно же играбельно то есть типа даже можно поиграть как бы она даже более-менее адекватно и сильно от игры то есть условно force какой-нибудь играть сможешь а в какой-нибудь таки нужно мне у нас кто-то по-моему там гирсуфор 5 запускал кажется или что-то еще такое ну там в общем довольно адекватно типа шло учитывая что это была россия я могу сказать что project cloud и и вообще из мозгем пас выглядит как наверное самые адекватные инициативы microsoft а потому что ну история когда у тебя стриминг нормально работает и на него практически никто не жалуется и на нем есть куча игр в современных реалиях кажется удивительной пояснау пояснау 720p max как бы камон ну хочется хочется в 4к поиграть очень хочется ну как бы хотелось бы в будущем если если это возможно вообще как бы на самом деле вот я могу сказать что действительно project x cloud и вот playstation now мне кажется сейчас как два таких наиболее адекватных игроков в плане и финансовой модели и вот это всего библиотеки выглядит и принципе даже более менее я считаю что хорошая история с geforce now потому что это тоже в плане финансовой модели что ты платишь по сути за техническое обеспечение твоего доступа к играм которые ты уже купил в стиме вот тоже я считаю что довольно прикольная история потому что мы там считали что geforce now в принципе если посчитать там по моему в год 10 тысяч рублей же получалось вот то есть если ты покупаешь сопоставимую там консоль да то за два года ты заплатишь условно там 25 тысяч рублей 30 тысяч рублей да там есть а playstation pro а тут у тебя geforce now как бы на который ну если сравнить там с компом то там еще круче у тебя получается потому что чтобы обновить комп и играть в хорошие игры тебе по-любому нужно будет там нормально денег занести 100 . 10 тысяч в год ну как бы камон и играешь себе свои там игры в свою библиотеку в стиме я считаю что это тоже неплохая история по крайней мере да и самое главное что когда сервис копается ты не теряешь доступа к своим играм потому что ты изначально они у тебя и так куплены потому что по сути ты пользовался там типа своей собственной библиотекой в случае с project x cloud ты пользуешься по сути подписочной моделью ну то есть ты платишь за месячный доступ к играм они покупаешь их и то же самое с playstation now короче и таким образом как вы понимаете когда мы говорим о трех игроках и о финансовой модели мы подходим постепенно к релизу google stadia релиз google stadia как бы как вот прямо сейчас происходит эти вот прям вот прямо сейчас происходит и дело в том что там не все так гладко потому что как вы понимаете маркетинг и реклама в общем-то google stadia был довольно такой сомнительный странный немножко от видел трейлер который они к запуску сделали но кстати классный короче трейлер выглядит как реклама видеоигр в 80-х ну то есть представь себе ты такой типа рекламщик из 80-х ты в душе не бьешь что такое видеоигр ты просто не понимаешь концепции и тебе говорят надо прорекламировать magnavox odyssey ты такой кого magnavox odyssey прорекламирует там видеоигры давай мы будем это продавать или такой а что если я возьму и пререкламирую ее как уникальный товар и такой знаешь там летающие дельфины непонятная хуйня такая типа трехмерная блять там светится голые бабы ходят мимо дима сейчас описывает рекламную кампанию sony времен ps2 если да да то есть просто полный пиздец который вообще никак не связан с игр так вот рекламный ролик google steady если вы это слушаете посмотрите его обязательно он охуительный абсолютно от начала и до конца потому что он блять такое ощущение что чувак когда его делал это происходило знаешь как это паровозик томас значит который типа пылесос томас который я могу сказать что кстати конечно google steady первую очередь промах дичайший с точки зрения маркетинга потому что только люди которые ну реально в индустрии которые давно следят за новостями которые вообще в принципе погружены во всю эту техническую историю осознавали простейшие вещи связанные с тем что google steady это на самом деле платформа то есть это не там сервис доступа к вашим играм там или подписочным играм это целая платформа которая со своим магазином со всеми этими вещами что ты реально должен платить подписку за доступ к платформе и покупать там игры за фулл прайс за фулл прайс как бы и в общем то как только она вышла как бы народ такой типа почитал вспомнил что во первых стадия существует а во вторых сказал нихуя себе как бы вы как себе это представляете тем более что как вы знаете как говорится у гугла же трек-рекорд такой типа специфический и поэтому никто не говорит вот еще пошел купил там игры типа вдруг это будет как у я которая такая хуяк типы умерла ты знаешь на самом деле я почитал почитал обзоры вот которые те люди которые получили доступ к стадии в сша я посмотрел пару видеороликов один из самых смешных это ролик у джайна бомба где они они включили джаз-дэнс играли джаз-дэнс да на стриме танцевали бля это так смешно когда бэдгай при чем когда знаешь типа под как ее били айлиж да били айлиж да танцуют 40-летние мужики делают вид что абсолютно все нормально это не просто так стадию тестировали но так вот я посмотрел обзор посмотрел ролики эти могу сказать что не все хуй сосят стадию далеко не все у кого-то она работает очень и очень хорошо такие люди есть и которые абсолютно всем довольны и все что стадии предоставила то есть им нравится но они все абсолютно ругают финансовую модель потому что никто не понимает нахуя тебе покупать в ней видеоигры и один чувак написал что говорит я до момента релиза думал что это будет типа как иксбокс геймпас то есть ты покупаешь в эту историю несколько моментов технических которые на самом деле выяснились сначала дорелиза было объявлено что в google study будет на старте доступно 11 игр и все такие 25 процентов библиотеки составлял томбрайдер потом они срочно в ужасе добавили буквально за пару недель до вывоза пару дней было в родмапе типа на начало 2020 скорее до конца до конца 19 года они тут же добавили еще 11 игр стало игры 22 но суть в том что потом в эти игры начали играть в том числе в добавленные выяснилось очень интересная вещь что например destiny 2 вообще не работает в 4к на стадии да тебе идет 4к стрим но игра запущенную запущена 1080p со средними настройки причем это приги на сервере то есть как бы сильно форма которая типа как там один из почти тарафлопс который типа пиздец какая мощная которая охуенно масштабируется и она не тянет десны что на самой главной самой начальной презентации google study говорили о том что у разработчиков не будет ограничений потому что если у них есть ограничение подключает просто еще одну стойку стадии короче у них становится 22 тарафлопса все такие охуеть и тут такой сидишь вот так вот все это вспоминаешь и потом 1080p medium settings это еще что в red dead redemption 2 4к это на самом деле 1440p и он идет на настройках аналогичных xbox 1x то есть это medium low high напомню тебе что на xbox 1x там 4к 4к нативный да если что так что так что так то есть понятное дело что это какие-то знаешь довольно левые порты ну то есть как будто раздел на или там левой задней ногой там типа за три дня ну то условно и возможно что такое происходит на старте ну как бы не все разработчики работают со стадией не все знают как это работает и к тому же это такой ланч который ну как бы по сути вам больше технически да ну то есть как бы он такой типа как бы эта версия но как правильно писали на хабре я просто читал хабри наши наши типа такие суровые с из админы которые я считаю что минимальный как-то вайбл минимум вайл был продукт это когда ты запускаешься в ряде стран решаешь там ошибки а потом уже ты запускаешься глобально вот и ты все это делаешь тихоря чтобы как бы особо там типа этого всего не было а потом уже тебя все будет классно но если же думаю почему в угле так не сделать ты знаешь просто дим ты не прав значит смотри сейчас главное не бухтеть сейчас погоди этот input lag поднимут и будут держать разрешение сделаю главное не бухтеть главное не бухтеть мы не раскачиваем музыку просто да с джейсон шрайер написал о том что по его источникам судя по его источникам вообще показатели в первых дней и при ордеров у google стадия вот этого всякие паки которые у них там есть премиум founders пак были все распроданы типа очень быстро а премиум пак типа по предзаказам там ну как бы хуже дела обстоят чем google якобы рассчитывал вот на что рассчитывал google конечно нам но мы не мы не знаем может быть они думали что 3 миллиона купят первый день но как бы пока что результатами якобы не очень довольны вот в общем то мы посмотрим конечно как все это будет дальше развиваться вполне возможно что сейчас данный момент google над всем этим работает и они все это исправят а может быть в момент дальше они сейчас просто ходят и закрывает сервера на ключик компьютер на замочке филика вот такой ключ пока мы не перешли следующей теме во первых надо читать на то во вторых тимур перелагинься пожалуйста в дискорд у тебя камера лагает просто адски посол завтра каста в норвегии занесло 320 рублей сериал черепашки ниндзя 97 года именно сериал не мультик сорян задержку pink большой спасибо чувак старый резина 100 рублей пи тысяч алкаш сука мажор заебал постоянно перебивает есть не такой неважно мы ждем пока тимур при подключиться а вот и он дорожит что получится все хорошо что потому что меня у самого камера лагает дискорд я прямо смотрю на самого себя в дискорде вот сейчас и гораздо лучше чем было но у меня хуже fps почему говоря про стриминг и бизнес-модели на самом деле очень приятную крутую штуку на неделе презентовал правда уже в разрезе не игрового музыкального стриминга apple они запустили специальный тариф своего стримингового сервиса для кафе магазинов и ресторанов я кстати поясню почему это очень дико важный шаг на самом деле в европе довольно давно как я просто общался со многими владельцами там кафе всяких там работников магазинов и так далее они натурально ставят плейлисты spotify и есть некоторые сложности связаны с этим потому что никто не это очень серая зона и никто не понимает типа должен ли ты идти по кому-то платить за то что ты вот там ставишь в своем кафе музыку со spotify как бы и вроде как-то заплатил там подписку как физическое лицо но по факту ты делаешь это часть твоего антуража в кафе и ты делаешь с этого деньги просто я помню что в начале нулевых и и и и перебить не была такая серия аудио сиди дисков который назывался кафе дельмар это именно музон который продавался в кафе это название кафе на ибице и вица вот и в общем то там они выпускали свои собственные сборники они продавали их нет ну собственно своем кафе дремаре это мог их купить но опять же это была очень серая зона связана с тем что люди ставили компакт-диски в своих кафе никто не знал как бы должны ли их чарджить как бы ну то есть типа они должны ли кому-то платить лицензионные отчисления за счет того что они играют условно диск майкл джексона у себя в кафе да и непонятно детском типа можно и многие вы исходили из другого они брали короче и ставили радио потому что если ты ставишь якобы радио то там за это честно радио поэтому типа ты когда радио типа ответственно ты типа просто поставил радио но там тоже очень все серый зон и представляешь включаешь в современном кафе радио какой-нибудь я не знаю там и юмора фэм и там значит об рекламы средств от простоте это блять потом какой-нибудь концерт комедий клуба а потом блять песни группа воровайки блять дай рассказать тимуру в общем очень серьезный на самом деле вопрос как бы тут кстати правильно нам пишут как бы я как раз к этому подходил о том что в европе вот из-за того что это серая зона и к этому постоянно пытались как-то доебаться они начали собирать специальный налог с ресторанов кафе который как раз таки типа ну налог на музыку и он зависит типа от площади и количество там типа телевизоров там динамиков ты говоришь кто кто собирал налог государства налоги собирает правительство как бы в свое местное что-то типа типа нашего российского рао это процент этого как у михалкова типа авторское сообщество идите берут и отчисляют бабки равномерно типа всем артистам как бы где я знаю что там есть очень много проблем с этим связанных но мы как в другой раз по это поговорим но самое главное что apple пошла на вот такую штуку типы и сделала наконец-то нормальный там типа streaming apple music со специальными отчислениями которые ты можешь сделать по сути как бы для артистов и я уверен что скорее все это подписка на тип существенно дороже и явно там как бы с учетом всех твоих локальных там особенностей и прочих вот этих вещей что что . вот и принципе вообще в целом я могу сказать что эта практика различных плейлистов в различных ресторанах и кафе например том же сам спотифай это дико классно потому что например ты приходишь крутой кафе ними там барселоне и там прям играет охренительная музыка одно за одним ты приходишь просто к ним и говоришь ребята что играют они говорят и чувак просто пишись наш плейлист типа она и брендированный плейлист кафе понимаешь как бы и там типа 100 треков вот и ты такой просто офигеть берешь просто подписываешься у тебя в голове возникает типа четкая ассоциация ты слушаешь этот плейлист он брендированный ты вспоминаешь что это вот было вот в этом кафе это думаю что чуваков классно офигительный музыкальный вкус туда приходишь еще раз и это кого win-win для всех и при этом как бы если еще и отчисление попадает собственно артистам которых ты там слушаешь это тоже очень классно а теперь натянем это на российские реалии смотрите брендированный плейлист кафе где проходят банкеты поминки и свадьбы и там собран весь лучший шансон который вышел в спорте фай потому что это российский спорте поискать зачем приходить еще раз у тебя же уже есть плейлист если там еще классно готовить хорошая атмосфера можно так не так ну короче в общем я рада что это классная история на эту историю это круто слышите ребят у нас здесь мы делаем маленькую перебивку потому что в подкасте у нас здесь будет специальный блог когда его дима уже подмонтирует соответственно финальную часть это специальный блог с генеральным директором skill factory александром ерошкиным и мы полчасика поговорили про смену профессий про работу будущего про перспективы образования в россии и про то как когда ты хочешь когда ты стал ну знаете вы там типа геолог или там какой-нибудь бухгалтер и вы внезапно захотели стать программистом уменять полностью свою профессию и учиться на что-нибудь новое какие у вас плюсы и минусы этого подхода и мы как раз вот в том числе поговорили почему условный геолог который внезапно уходит в машинное обучение более перспективен чем просто чувак который занимается машинного обучения вот ну в общем короче вы послушаете специальный блог уже в общем то в нашем подкасте вот а мы даже продолжаем кстати говорить про интересные классные новости дело в том что тут наконец-то мы немножко что запаздываем вот но все-таки вы знаете вот сейчас делают все раскладные телефоны вот и есть там самсунг есть там клавей который как бы найти посмотрел на самсунг и решил немножко отложить свой телефон есть моторола которая решила вернуть свою легендарную модель razer только пройдите складной смартфон но кстати подождите вернусь на секундочку про самсунг я тут поговорил с некоторыми журналистами и короче они рассказывали как в россии выдавали galaxy fold особенно больше всего я угорел конечно я не буду говорить там про про кого короче но смысл в том что телефон давали на неделю и как был аргумент у человека такой что это же новое устройство новый тип устройства как ну который ты типа вообще 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 не знаешь как его использовать его кто то ли планшет то ли телефон вот что с ним делать и ты по идее ну нужно с ним по подольше как-то походить хоть понять вообще какие у тебя юз кейсы этого там у телефона перед не 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 все давайте возвращать но даже так отчеты за неделю не успеешь понять да ты чё вообще ну я спрашиваю нету как бы за неделю очень сложно это прям очень тяжело и он рассказывал смешные там штуки найти например о том что типа не тестировали есть ты начал звонок на телефоне и ты типа его раскладываешь то в каком месте будет эти звук и они думали что типа звук будет идти ну типа из планшета как бы да оказалось что нет звук идет в том в маленьком динамичке на той стороне и ты типа можешь прислонить его к уху и вот и у тебя будет экраном наружу ты знаешь мне знаешь что вспоминается сразу для наших слушателей миллениалов окей бумер была такая штука офигенная у меня у тимура еще у кого-то по моему тимур по-моему билла назвался ноки engage не у меня не было нокинге у меня было 3650 короче у энгейджа было был гениальный инженерный ход который был вообще свойственным для ноки той эпохи когда вам звонили вы думали ага энгейджи форме бумеранга его надо приложить к уху и говорить но нет надо было приложить телефон ребром к своему уху и вот тогда уже у вас получалось кем-нибудь пообщаться но это был энгейдж он в принципе ребром она на мод но вопрос то что опять же возвращаясь к мотороли судя по всему очень противоречивое устройство потому что первое мотороли реально удалось сделать впервые нормальный раскладной телефон в плане форм-фактора потому что все кто его используют говоря что он довольно прикольный на самом деле ну то есть он хорошо работает как бы нормально вот эта вся история сделана с раскладным экраном пути типа это оказался ты реально классная штука но у него хуевые характеристики а чем секунду ну то есть как бы там сказали что там типа этот седьмой snapdragon причем типа один из самых таких хуеватеньких потом у него довольно простенькая камера у него там типа с памятью типа нет не самый классный вещи аккумулятор типа слабенький и в общем все говорят что на самом деле телефон плане характеристик не очень но это можно вопрос вам из начала нулевых он стоит 1500 долларов можно вопрос вам из начала нулевых если у меня борода или там длинные волосы он зажует мне полосы или борода если я его закрою случайно а подожди как как ты его ну ты не знаешь эту историю с раскладушками нет из долевых когда ты берешь раскладушку короче раскладываешь и у тебя блять волос застревает и такой блять сейчас я не понимаю юзгейс когда ты закрываешь раскладушку ну перед духом ты вот так вот делаешь типа ты подносишь куху раскрываешь телефон просто если этого нету это не аутентично да понимаешь нету вот этого ощущения да ну если ты видел что в ливон зале перескал старый я на самом деле просто хотят сказать о том что телефон на самом деле выглядит классно это действительно первый телефон который как бы я подумал что блин вот я такой хотел бы но характеристики ну не очень но я не удивлюсь если вот iphone 13 будет выглядеть так же 12 ты не берешь в расчет только сразу через поколение конечно типа не это 13 14 типа там какой-нибудь айфон с apple медленно дойдет эта история нет просто apple будет ждать пока технология будет отработана прежде как с оледом то есть пока все пихали к себе оледы и они дохли и желтили и шли полосками и вообще хуёвно самое смешное было с самсунгами со всеми когда ты сидишь метро короче и видишь как у людей телефоны со стороны наш играет вы экран не губ на он то есть малейшее отклонение угла обзора да она меняется за разгул голубая как бы ты такой просто что вот точно айфонах этого нет на всех современных андроидах тоже этого нету подождали да и попозже всех пришли коллегу но зато у них а лет надежно я думаю со сгибаемыми экранами будет абсолютно тоже ерунда более того это будут сгибаемые экраны все того же самсунга не напоминает это и идиотское пк-шное сравнение спасибо за бета-тест ну как бы ну кому хочется хочется сейчас инновации понимаешь они через четыре года ну как бы ну он например в samsung galaxy fold по моему 9 что ли камера то есть там 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 очень много камер вот тебе блин инновации чувак вот эти серьезно говорю короче в любом случае пацаны рейзер довольно прикольный но слабенький стоит дорого это чисто воды имиджевый концепт есть нормально адекватный человек вот типа купить это как основное устройство скорее всего не будет еще на его как бы так если выйти по классный техногик то типа войну от идете покупаете себе там или если вы валюбил соком уберете покупаете и разбиваете его например да или там дрелью его там сверлить или совершенно замечательная история мы обсуждали стадию произошла чувакам которые разбирают всякие девайсы контроллеры там компы и видеокарточки называется даун и приехала стадия но кстати не приехал ключ активации и без ключа активации короче это стадия вообще абсолютно бесполезно геймпад с ними возможно играть они решили пока им едет второй комплект они первые разберут на камеру они начали разбирать оказалось что геймпад до геймпад нет никаких болтов то есть сначала они взяли поддевающую специальную такую плоскую штуковину чтобы лопаточку да да ни хера не вышло потом они погрели что не не потом они погрели геймпад короче с паяльным феном расплавили кусок геймпад открутили какой-то значит там торкс ни хера не не вышло когда у них хлопнуло терпение они просто взяли дремель что они начали греть паяльным феном обнаружили что они деформируют геймпад от нагрева и начали поливать его жидким азотом чтобы у нас они будут такие распилили то есть его разобрать то вообще возможно нет его возможно разобрать если бы скажем так там были специальные узнаешь как было вот на старых 30 шатах xbox'ах для того чтобы снять пластиковую крышку тебя надо было в пазике вставить в определенные места одновременно нажать специальную защелку специальная защелка и тогда у тебя выскакивала бы сама это сам кожух здесь тоже самое но проблема в том что никто же его до этого не разбирал этот геймпад и никто в душе не знал что там такие защелки идиотские и когда ты пытаешься его разобрать вот если вот крышка вот ты берешь контроллер не знаю там он playstation доберешь разобрал там батарея купил ты этого сделать не сможешь то есть история с геймпадом стадии этот если он тебя сдохнет или днем сдохнет батарейка тут и в любом случае несешь его в сервисный центр потому что если ты будешь разбирать его сам тыс ты просто сломаешь корпус это это очень странный ремонтопригодный скажем честно то есть просто чтобы вы понимали это было видео с разбором геймпада который шло 30 минут где применяли короче поддевалку жидкий азот паяльный и специальную шлифовальную пилу бля видос на самом деле очень угарный я вам советую посмотреть надо надо зачитать донаты давай нинтендо занесла 100 рублей европейский налог на музыку неважно из какого источника очень высокий если у apple будет договор с правоплатами дешевле тогда огонь ну на самом деле правда дальше он занес нам доллар пользуется пользуетесь ли защитными стекла на телефонах и отчет apple pay не работать на донейшнс без ошибок ну не знаю за это мы не можем тебе ответить я не буду я не пользуюсь на самом деле стекла я тоже никогда я тоже не мне не очень нравится как это все сделано там у них вот дальше нинтендо в маршрутках не играет радио потому что публичное воспроизведение и надо много платить за концерт группы оплачивает не свои тексты ему чего не влез концерт группы оплачивает не свои тексты музыку ладно короче старый питочном занес 200 рублей говорит старый еврей ты сам еще тот еще алкаш классный подкаст у них сегодня война донатами то есть они друг с другом обсуждают что понятно короче пацаны так ну смотрите дальше двигаемся по важной теме дело в том что знаете мы живем в обществе парни фильм для отвратительных шизанутых дебилов для инцелл правильно для инцеллов понимаете вот это вот отвратительный фильм который никому не нужен и знаете вот как бы настоящие феминистки не пойдут на этот фильм вот знаете вот он tumblr sisters короче вот они не пойдут на этот фильм вот без tumblr sisters без детей потому что это рейтинг r то есть типа мачур мачур только для взрослых короче без китая стал самым джокер стал самым прибыльным фильмом для взрослых ever вообще и собрал миллиард долларов всего ты надо было короля комедии с таксистом помешать и разбавить супергероями да как бы и есть честно я опять же думаю о том что конечно есть этого бы не джокер а просто там типа какой-нибудь хокин феникс колбольники гроба она тоже выстрелил просто чуть поменьше но фильм хороший в общем вам если помните советовали вот и мне интересно сможет ли вот такая тенденция все-таки в голливуде немножко изменить ситуацию и например захотят ли выпустить каких-нибудь очередных там хранителей например ну не сериала именно фильм или там например какого-нибудь очень нуарного бэтмена вот это посмотрим на самом деле на бэтмена который сейчас делает же этот рис мне кстати знаешь пальцем всегда вот одессе удивляла у них вот фильмы в основном говно ну то есть ладно джокер мы как бы оставим нормально оставим за скобками но я имею ввиду что в основном фильмы которые выходили по своими они реально говеные и мне кажется что они почему-то не смотрят на свои мультсериалы потому что например одессе потому же бэтмену ду ищи пиздатых мультиков бэтмен кейн там маска фантазма какой-нибудь там готэм сити бай гайзлайт который типа в свете газовых фонарей там типа как это назвать ну алистер банк да да то есть шутка есть же куча всяких историй у них же есть этот вертига который типа вообще под рейтингом r работает есть куча сюжетов и есть есть куча сюжетов но это хорошо был есть куча сюжетов есть куча историй которые реально клёвые их можно для выбери и просто экранизирую вот так вот с носа вообще не парься почему они этого не делают что с ними доходе блин вот сейчас наверное начнут собственно почему джокер ваджин что они сейчас начнут этим заниматься я просто хотел еще сказать тот факт что вот мы когда пишемся сейчас витают слухи по поводу сиквела что поскольку миллиард долларов есть миллиард долларов якобы 1 1 1 количество изданий говорит что типа вот там уже переговоры идут второе количество примерно таких же авторитетных изданий оба ссылаются на инсайдеров говорят что нет на самом деле никаких переговоров не идет это вообще все фейк-ньюс но там прозвучала интересная идея вне зависимости от фейк-ньюс что типа якобы тот филипс начал пичить фильмы причем абсолютно независимые про других злодеев и героев дисси он самый адекватный вариант вместо того чтобы собирать какую-нибудь плохую киновселенную я бы например посмотрел замечательное там я не знаю становление того же пингвина или посмотрел бы историю того как я не знаю там появился какой-нибудь бэтмен но вот именно он появился да хотя есть бэтмен начал не очень плохой но тем не менее в более таком жанровом виде ведь герои и антигерои у дисси реально очень классные и они не такие как у марвела типа а у нас древние боги борются с менее древними богами интересно кто же из этих бессмертных существ победит я могу сказать что у дисси тоже такой есть есть был бы еще один фильм супермена с генрика я согласен он кстати сказал что он же не ушел с роли то есть официально он все еще супермен и он сказал что типа только из-за того что у него были проблемы с графиком по съемкам он к сожалению не смог попасть камео шазам да короче да но суть себя в том что суд супермену по моему man of steel был неплохим то есть в этом плане одессе есть куда расти и джокер это очень хороший вектор вопрос оседлают ли они его теперь это хороший вопрос кстати я тут хотел еще поговорить про довольно интересную штуку дело в том что про циферки тут в россии знаете так русском надзор говорит о том что вы знаете пацаны надо бы короче надо бы короче сделать счетчик такой который будут все сайты ставить себе чтобы он был такой русский национальный счетчик вот и кто не поставит тому запретим рекламу крутить вещь кризон то есть да 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 ты ты такой сидишь и просто думаешь нихуя себе вот и самое главное что мне больше интересует вот что что вообще счетчики как вы знаете это довольно крутая штука потому что счетчик это tracker tracker это дата дата как бы это ну соответственно это супер ценная штука потому что я могу сказать что я работал например в рекламной компании длительное время и там есть сложность заключающаяся в том что если у тебя есть рекламная сеть но у тебя нету доступа к дате к счетчикам то ты не можешь делать таргетирование без таргетирования там мало того что соцдема но еще и как бы какие-то там историю браузинга и прочие всякие штуки ну по которым ты можешь более точно таргетировать рекламу сейчас ну вообще сложно продавать рекламу ну кроме того что тебя просто brand awareness когда ты продаешь скопом условно хочу чтобы на космополе то не крутилась все вот мой баннер нахуй всем вообще короче да можно так сделать но так почти никто не делал тоже ну то есть это редкость на самом деле вот и проблема в том что типа вот эти счетчики как бы кто их в основном ставят типа это mail.ru для своего май таргета это счетчики которые ставят фейсбучные для того чтобы это ну там соответственно реклама фейсбук крутился ну и самое главное это google конечно яндекс метрика adwords ну яндекс метрика естественно то есть как бы для яндекс директа да еще и сейчас знаешь такие провинциальные сми в интернете тут вот в чем вопрос что когда ты ставишь эти все счетчики ты примерно понимаешь что короче ты вот отдал свою дату о посещении там на твою на твоем сайте допустим там яндекс он за это он тебе дает аналитику потому что ты понимаешь типа кто эти люди откуда они пришли как они пришли что они делали на твоем сайте и дальше соответственно ты получаешь от них там слоты с яндекс директом потому что они ты им отдаешь дату они по этой дате тебе лучшим образом отдают рекламу и соответственно из-за того что у тебя теперь есть таргет по аудитории к тебе охотнее отдают эту самую рекламу от таргеты и соответственно получаешь деньги от этого а тут и приходит и говорят пацан братан вот тебе счетчик короче и иначе если вот его не поставишь рекламу не бушку такой типа какого хуя что почему вообще но мне больше здесь интересно кто будет выгодоприобретателем этого самого замечательного счетчика то есть все вот это даты которые будут собирать на всех сми на всех сайтах ну я так понимаю что это по большей части естественно для сми сделано вот кто будет собирать вот эту дату и кто вот mail.ru яндекс просто телеком погоди я просто не могу найти свою фуражку и погоны погоди стой ну товарищ майор не может привозь продавать эту самую дату в этой стране товарищ майор может все ты три круга по плацу быстро и отблок будут вне закона пацаны я напомню вам что в пн вообще-то в россии типа если не сотрудничать с черными лицами что то тоже как бы вне закона и ну там якобы с ними ими сложно пользоваться но на самом деле нет как вы все понимаете и все ими нормально пользуются вот но опять же это очень хуевая очередная новость из того как некие люди пытаются залезть в интернет который создавался не этими людьми не для них но пытаются его регулировать как бы и сказать типа слышь плоти как бы и ты такой сидишь и просто охуеваешь от того что или платишь ну типа да как бы что люди типа знаете то есть частные некоторые люди выстраивали все эти сайты развивали делали дата-центр делали там все короче то есть строили а тут пришли какие-то пацаны и говорят я слышь типа мы тут все контролируем добро добро пожаловать в россию тему присаживайся мы расскажем тебе как это работает пути налоги показываете со счетчиком то можно а поверку счетчика надо проводить двадцать третьем году центр тетя маша короче сдавать блокнотики на будешь через госуслуги посылать каждый месяц более того если ты открываешь дата-центр пока священник святой водой не побрызгает на оборудование ты просто не можешь подписать акта приемки я прям представил даже как типа он такой машет типа вот момент такие и за итогом его бьет понимаешь про средства годное дело сие пацаны говоря про богоугодное дело короче я могу сказать что у нас еще одна реклама потому что на самом деле нам еще занесли денег пацаны и мы на самом деле расскажем про интересную штуку если честно я как бы я слышал про нее постоянно как бы но не думаю что сам в общем-то воспользуюсь вот но так почему что воспользуюсь никогда ну да как бы но в итоге оказалось круто короче у нас небольшой партнерский бокс сервисом яндекс шеф и и объясню что это такое яндекс шеф это по сути вы подписываетесь на то чтобы вам доставляли продукты от да то чтобы могли сделать ужин причем мужчин типа одну любой там какой-то крутой классный простой типа там вегетарианский как вы хотите но даже не любое тот который есть на сайте ну то есть там на сайте ну да естественно у них большое количество большое количество меню да вот и вы можете их выбрать и по соответственно подписаться там на какое-то количество этих самых ужинов там например 5 ужинов да и прикол в том что какую-то задачу покрывает я могу сказать вот про себя что если вы живете там допустим довольно активной жизнью у вас нет ни хрена времени даже когда вам пишут слушатели а чуть ты не мог поужинать дом записи под класть вот такой блять нет не мог вы потому что иначе бы запись подкаст отложилась в этом на час а бы мы так уже 21 30 22 там выходим вот и естественно конечно это сложно и вот яндекс шеф ну решает проблему человека который живет довольно такой сложной жизнью когда мало времени и самое главное когда есть сложности связанные с тем чтобы пойти и купить продукты особенно если например не на машине и например у тебя там вокруг дома ну там есть одна пятерочка какая-нибудь типа и всего это вот носян наш знакомый так и так живет у него ближайший магазин я не знаю километров в десяти наверное на машине ехать это большая большая проблема я серьезно потому что вот так ты сидишь без ну тебя какие-то есть базовые продукты или те которые могут долго храниться типа замороженные всякое там что а знаете купить там что мясо лежал у меня у меня реально за последний год бывали ситуации когда например ты покупаешь мясо типа стейк каком-то тупо нет времени его приготовить короче и он тележит до там срока годности и просто пропадает это такой блять я купил за 500 ебаных рублей блин стык и он сука пропала тесноти дико обидно от этого короче ну прям то есть реально обидно вот и вопрос в том что особенно когда эти продукты тип на длительную готовку там и так далее вот яндекс шеф решает эту проблему каким образом они тебе присылают набор продуктов которые максимально подготовлены к так скажем готовки вот то есть там есть какие-то базовые вещи типа условно там овощи всякие там мясо и прочее которые тебе прям говорят чувак вот сунь туда настолько сделать так ну вот и прям очень подробными для примера у меня есть бумажка нам прислали собственно говоря эти посылки с яндекс шефом и я даже попробую ты знаешь вот на буду допустим вот первые три ужина он у меня есть и перескочил через через три пункта сразу здесь вот 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 менюшка как все это готовится да короче то есть это вопросом что типа это на самом деле довольно просто оказалось и все продукты которые типа сложно приготовить есть условно например там соус грибной да тебе присылает уже готовый соус вот он прям в баночке короче и они все эти продукты рассчитывают прям четко то есть там если написано блин 40 грамм муки то там блять 40 грамм муки вот 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 такая маленькая штучка типа у тебя есть и 10 у тебя реально вот сколько надо для приготовления а у тебя столько всего и есть короче ты то есть почти что безотходное производство вот и уже на счету на двоих стать так-то да кстати ужин на двоих рассчитан да это правда я кстати некоторые штуки забирал на обед как раз касательно вот этих самых ужинах нам с димой прислали папа три ужина вот ему попробовали во тексте про себя рассказать что вы знаете я смотрю там такие какие-то там парпадели со шпинатом там с хуйна там вот такой были а я вот у меня за счет и смотри букатини с телятины шпинатом и соусом и провинциально между броками знаете у меня короче вот вот реально у меня был был как раз тоже так вот этот букатини я такой сплюду я еще буду реально час готовить просто я реально я сейчас охренею просто я вообще никогда такого не готовил короче такое думаю ну все ничего вы думаете реально когда ты типа читаешь инструкцию там все четко прям те горит достань вот это положи тогда сначала вот это пожар столько ты там минут это стока то минут давай вот это так 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 хуяк-хуяк готов хомяк кофе реально ну то есть там до 5 минут ну, реально 35 минут и получилось, как бы, ну, там, типа, 35-40 минут. Реально очень быстро приготовилось, ну, и ты сидишь такой, и получается вкусно, как бы, ну, то есть ты такой, ну, не то, что, типа, ресторан, да, но это то, чего ты, типа, сам никогда бы не в жизни. Я бы ещё, знаешь, что отметил, для многих людей есть ещё проблема выбора, ну, то есть, условно, ты приходишь на масть работать, ты умеешь готовить, ты хочешь что-то приготовить новое, клёвое, да, например, но тебе так в лом что-то искать, ну, то есть, там, что-то пытаться там что-то выдумывать, а тут тебе, блядь, на выбор, паэлье с митями или креветками, или запечённая треска с зелёной фасолью, морковью, пармезаном и соусом, песно, это такой, ебать, какой сервис-то, смотри. Ну, то есть, для многих это просто решает проблему просто, вот, это, знаешь, как бы, ты, как бы, ходишь в ресторан, но не ходишь в ресторан. Но, я могу сказать, что, знаете, это действительно крутая, история с тем, что когда ты пришёл, усталый, заёбанный с работы, и можешь приготовить эти штуки, которые тебя лежат, ждут, как бы, тебе реально присылают пять ужинов, ну, в нашем случае три, короче, но это, типа, куча мешочков, которые все распределены по номерам, там, типа, ужин номер один, типа, и там мешки вот эти все, там, присылают, причём с замороженной штукой, то есть, пока к тебе едет курьер, тебе ничего не размораживается, потому что тебе приезжают с термопакетом, внутри ещё кусок льда, вот этом специальном, типа, холодохранителе, и тебе всё чётко приезжает, всё вообще нормально, как бы, они, они, ты выбираешь слот, когда тебе привезут, там, типа, с точностью до двух часов, и они реально в этот слот к тебе приезжают, как бы, я считаю, что вот это, конечно, круто. И, ну, знаете, как бы, относительно недорого, потому что ты платишь, по сути, за экспириенс и за сервис, вот, то есть ты, условно, платишь, там, если посчитать на человека, то, ну, как бы, ты, по сути, как сходил в ресторан, ну, типа, только сам заплатил, знаете, это как вот, как Яндекс.Драйв, ты такой, типа, как на такси поехал, да, но только, типа, сам себя вёз, вот, и я могу сказать, что многим, ну, для многих людей это оказалось, типа, круто, и вот эта история с Яндекс.Шефом, ты знаете, мне очень понравилась, я могу сказать, что я сейчас, когда более-менее у стаканницы расписания, в декабре как раз-таки получше будет, я вот как раз буду тестить и, типа, брать ещё другие ужины. У них там, кстати, новогоднее меню сейчас на Новый год. Да, кстати, тоже довольно круто. Блин, ни хрена себе, там такая жрачка. Там просто, да. Я захотел прям есть, сука, ладно. Короче, в общем, пацаны, я могу сказать, что мы заценили на самом деле Яндекс.Шеф, вот, и в следующем подкасте мы тоже расскажем ещё одну историю интересную про Яндекс.Шеф, но немножко в другом контексте, так что ждите. Там будет куча охуительных историй, знаете, как говорится, про то, как мы что-то когда-либо в жизни готовили и что-то пошло не так или так, вот. Короче, пацаны, у нас дальше довольно интересная история, на самом деле, с тем, что происходит вообще в мире продаж и денежков, денежки. В мире видеоигр, видеоигрчик. Российская игровая розница даже так сформировали. Все так, знаете, типа, ну, пекари же сидят и там, типа, смеются и говорят, что пока в Steam'е Death Stranding не вышел, ну, он же реально санина, типа, говно и... Спасибо консольщикам за бета-тест, летом поиграю. Вот в Steam'е выйдет, тогда, конечно, 45 миллионов копий купят. А сейчас, типа, вот эти пейзани на своих вот этих консолях ничего не купят. Ну, в общем... А тем временем, да, видео Эльдорадо сообщает нам немного другие сведения. То, что Death Stranding был самым успешным среди всех эксклюзивов PlayStation 4 за последние два года. И результаты превзошли таковые в God of War, Spider-Man и даже FIFY 2020. Нифига себе. Ну, вообще, короче, я могу сказать, что вообще в России, ну, Кодзоевы же любят, Коджимбо, и, в общем-то, все хотели купить, типа, игру быстрее, быстрее. У меня есть куча друзей, которые пошли купили консоли или взяли в аренду или у друзей взяли, типа, и купили игру, сами по себе диск купили, чтобы взять консоль у друга и поиграть. То есть, у меня есть такие тоже, друзья. И я могу сказать, что, конечно, ну, это крутой результат, но мне интересно, что быть в мире. То есть, потому что, опять же, вот, Пикарижи все говорят, что все хуйня. Ну, и британская, не забывая. В британском чарте на втором месте стартовал, а потом на седьмое тут же спустился на следующей неделе. Все, никому не нужна игра. Я могу сказать, что, во-первых, во-вторых, не стоит забывать о том, что оценки-то у Death Stranding не прям, чтобы там просто гениальные, а просто хорошие игры. Да, чтобы вы понимали, как бы хорошо вылизанная, прекрасная игра с проработанным, интересным миром, классными, интересными персонажами набирает на два балла меньше, чем порт с 3DS одной там игры, которая работает очень плохо, и в которой все вырезали, и в которой рью засетов, и вот это все, короче, и как только ты убираешь налог на Nintendo минус 15 баллов, короче, то у тебя сразу превращается в сколько там, 7 баллов, да? Ну, плюс-минус, да. В общем-то, но я могу сказать, что Death Stranding нам понравился, мы про него рассказывали в прошлом подкасте, и, в общем-то, мы с удовольствием можем его вам посоветовать. Кстати, говоря очень специфическое. Говоря про продажи, я хотел добавить, что Sony может цифры на самом деле вообще не раскрыть, и не потому, что игра плохо продалась, то есть, и общеизвестный факт, что одна из самых продаваемых игр этого года, вообще Days Gone, нравится она, не нравится, другой вопрос, это одна из самых продаваемых игр в этом году, Sony до сих пор не раскрыла цифр продаж. Ну, я вам напоминаю, что обычно они все-таки, конечно, раскрывают вот эти цифры, типа, спустя какое-то время, типа, когда берут и говорят, он черта 4 продался там 20 миллионов. Анима Майл Стол мы ждут, явно какие-то. Ну, да, я думаю, что у Death Stranding тоже, типа, буду ждать условных 5 миллионов или там 7-8 миллионов или что-то вроде, чтобы сказать, что типа, да, пацаны, круто, вот. И, в общем-то, смотрите, дальше, что мы, в общем-то, хотели еще затронуть в контексте видеоигрулечек, игрулечки. Тут прошла церемония, точнее, не церемония сама по себе прошла, а началась подготовка к церемонии The Game Awards 2019 года и объявили номинантов на... в разных категориях на получение, собственно говоря, награды лучшей игр года, лучшей экшен года, ну и так далее, там, по разным категориям. The Game Awards пройдет 12 декабря 2019 года, мы ее будем смотреть, я уверен, что там будет классно, замечательно и прекрасно, а по играм, которые там, собственно говоря, будут бороться за звание игры года, это Control, который мы вам советовали, Death Stranding, который мы вам советовали, Resident Evil 2, который мы вам советовали, Seeker Ushel Udai Twice, который хорошая игра, и мы ее вам советовали тоже. The Outer Worlds, который понравился только Максимке, Super Smash Brothers Ultimate, в который играл, наверное, только я, и все. Откровение. И все. То есть, не очень много игр за игру года борется, так-то. Days Gone, например, там нету, так-то. Ух ты, пожалуйста, каким образом в игру года попало переиздание ремастера Brawler's View. Надо объяснить очень важную вещь, которую, опять же, Джеффу Килли стали тыкать в нос, что, типа, вот он фланат Кодзимы, и вообще у него конфликт интересов, что этот список формирует не устроитель шоу в виде Килли, а его выбирают жюри из 80 изданий во всем мире. И от России, кстати говоря, в этот список, по-моему, игромания входит. И то есть вот этот список жюри, он формирует шорт-лист, и потом уже выбирает из этого шорт-листа. И, в общем-то, учитывая, что, ну, исторически, экономически так сложилось, большая часть игровых изданий находится в США, я абсолютно не удивлен. Скажи спасибо, что там не покемоны. Вот серьезно. Нет, 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 я тут читал недавно в Твиттере, что как? В списке нет Fire Emblem? Ты готов, Тимур, к этому? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Подожди, подожди, лучше же игра в серии. Тимур, Тимур, it's only dreams now. Все нормально. a dream. Да-да-да. Короче, конференцию от Кили мы ждем, выбор номинации, ну, точнее, не номинации, а игр год, наверное, ну, в каком-то смысле спорный для кого-то я считаю что я отлично проголосовал за контрол а вы чё пацаны мне понравилось как время сказал что типа отвратительный ужасный список вы что совершенно посредственно отвратительные хуёвые игры как же так а потом такой типа найти вот так он пока писал видна додумался горит и вообще год был плохой ни одной хорошей игры серьезно мне кажется 2019 год в плане видеоигр просто хуитель а 20 будет так вообще ничего не успеваешь абсолютно реально хорошие игры играть тем более про них рассказывать у меня единственное разочарование потому что моя готи слоу фары все таки до страны моя девочка фанат кодзима все нормально нормально и единственное о чем я жалею что они диск элизиум не решились выдвинуть в номинацию на готе да он бы проиграл но это было бы классно потому что она присутствует как лучшая инди игра она присутствует еще в ряде номинаций по моему в трех или четырех но если говорить вот именно про что называется свежесть experience от видеоигр мне кажется что в этом году the stranding alter wild диска элизиум их очень сложно поставить одну выше другой настолько был хороший га пардон пардон плохой год плохой год плохой да 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 очень плохая музыка кстати по поводу музыки плохой вот просто как царь пацаны я тут короче уже неделю почти пользуюсь earpods про это они сейчас на тебе да прям это ирпоз про маленькой вот это пипи пилюльки такой вот и что я могу сказать вообще в целом как бы ну если так типа очень так просто прийти с налету короче то в целом мне даже очень понравились earpods про вот но объясню в чем прикол в том что я человек который я рассказывал же вам до этого потому что я не люблю ставные наушники которые вставляются лучше и я на свое время долго их носила потом отказался потому что когда ты ходишь городе и ты вот и в ощущении вот этого вакуума и тишины она очень меня раздражает и ты все время боишься что тебя там типа кто-то собьет машины или же очень в этом роде короче не ощущаешь вот эти вот это ощущение self-awareness самого восприятие самого себя в мире вокруг типа и мира вокруг тебя и я относился очень скептически прям кардинально скептически и расскажу следующее что они как ни странно нормально сидят в ушах вот у них вот эти вот накладочки они из трех размеров мне подошел обычный медиум в целом совершенно спокойно как бы они там помещаются здесь просто напросто сидишь себе как бы и они ну ты почти их не ощущаешь у них очень хорошо работает шумоподавление для такого маленького форм-фактора я испытал их первое поездах я ездил в аэроэкспрессе например я испытал их в самолете вот я соответственно летал в новосибирск сейчас и я испытал их в метро московском вот я могу сказать следующее что например когда я смотрю видосы на айфоне через там всякие приложения типа там youtube или еще что-нибудь в этом роде часто не хватает мощности звука я многие видосы сохранял и отправлял его player где можно посмотреть с громкости 4x вот с этими наушниками когда включающему подавлений это не нужно то есть она реально там типа очень сильно подавляет метро конечно тяжело потому что там звук и такого вращается у тебя не было проблем с амбишурами сами ну то есть вот то что я читал например у епихина из бирзи каста у него проблемы с ушами то есть у него вот эти вот как они амбишуры он вставлял вкладыши вкладыши но тут проблема знаете в чем в том что у этих наушников то есть я не могу сейчас говорить ничего потому что я уже купил соники которые не лучше не хуже они на уровне с airpods ими вполне но суть в том что там большая проблема этих наушников у них кастомный размер вот этого отверстия куда-то силиконовую накладку сажаешь если вот я могу в свои соньки у меня во первых комплекте россыпь этих накладок что-то охренел когда открыл коробку тому 22 штуки лежало так я могу взять с абсолютно любых своих наушников затычек дернуть поставить и вставить с apple пока так не получится но эта проблема о которой вы переживать наверное не должны потому что я уверен что сейчас китайцы уже достали электронные эти пинцеты уже все измерили маркер или электронную кальку знаешь значит такую 3d сканер макс а второй момент который мне реально очень нравится что они скопировали у sony это неплохо это отлично они скопировали режим прозрачности потому что он тоже на соньки есть и он очень классно работает на уровне системы кладок то что ты сейчас говорил как раз очень важный момент состоит в том что у них отверстие собственно само откуда идет звук что это другое но оно не кругло оно овальное вот я кстати много раз у меня были раньше такие наушники я видел их я не видел до этого ну как бы других наушников то что были овальные отверстия вот может быть это тоже играет свою какую-то роль насчет режим прозрачности именно он стал важным моментом для меня который вот я как раз ну изначально говорил о том что мне было тяжело использовать наушники со вставкой потому что ты не слышишь самого себя и не слышишь там типа людей окружающих и пугаешься то что ты сам себя вытаскиваешь из мира из этого с режима прозрачности ты начинаешь все слышать то есть ты как будто тебе как будто тебя не вставлены наушники вот то есть они как будто тебя их нет то есть нормально слышишь все и при этом он еще насколько я понимаю вычленяет определенные типы звуков и до их усиливает например речь вот а некоторые части звуков как бы наоборот меньше типа убирает и что интересно в отличие от обычных airpods у них теперь нужно не дабы ну не тапать по наушнику который у тебя находится в ушах а сделана новая специальная сенсорная панелька у которой соответственно намного больше стала функциональность потому что если раньше тебя был просто типа дабл тап там или типа там трипл тап то сейчас у тебя даже был только два дабл тап даже насколько помню короче теперь у тебя появилась возможность один раз нажать два раза нажать три раза нажать или типа сказать там или зажать кнопку руку на этой кнопке чтобы у тебя соответственно включился режим прозрачности или наоборот там режим шумоподавления что интересно вот эта сенсорная панелька которую вы видите как она работает если вы просто на нее нажмете пальцем она не сработает она работает таким образом что я бы сказал что аналог самый близкий это знаете вот проводная гарнитура айфона которых вот входит в комплект и у него такой маленький пультик на кнопочку должен физически нажать на эту кнопочку вот здесь эта сенсорная панелька она ты должен на нее по сути нажать именно зажав двумя пальцами то есть нажать ее как на этом пультике кнопку как кнопку но на самом деле это не кнопку но работает она именно таким образом а у нее есть фидбэк то есть ты чувствуешь когда нажимаешь на нее она делается по-другому там тебе в ухо кликает так типа как будто как кнопочку типа да короче ты прям прям дабл тапаешь он такой скажи мне мне кажется или они короче чем обычная функция вы сознаешь нет я могу сказать что они а у тебя остались старый час до остались потому что сравнишь господи ну просто ради интереса ну чего ты вот начал ты ну кому просто мне кажется что они короткие потому что они какие-то короче на мой взгляд но при этом это на самом деле плюс то что они оставили эти рога потому что например если посмотреть на форм фактор вот этих моих sonic вот такой вот форм-фактору sonic копейки изящные проблема этого форм-фактора заключается в том что когда ты короче говоря разговариваешь у тебя микрофон он достаточно далеко на ходе до покороче реально рот чешки гуляли рот да у тебя микрофон находится достаточно далеко от арта и фактически но это достаточно плохая гарнитура то есть это отличные наушники но не очень хорошие гарнитуры а поскольку apple микрофон выносит все таки вот в этот вот рожок у apple качество звука именно при звонке гораздо выше чем у абсолютно всех других гарнитур шумоподавлением это огромный плюс если вы разговариваете через нее я могу сказать что в целом мне люди говорили о том что меня стало слышно в этих аироподсах лучше то есть типа у них микрофон тупо лучше ну да потому что они побольше ну в общем реально стало лучше слышно и я могу сказать что по поводу качества звука что мне очень понравилось что в отличие от всех таких вот наушников вставочных нету вот это ощущение что тебе ебашат басы понимаете потому что раньше вот у меня был я пользоваться очень часто соневскими наушниками ну там типа несколько лет назад это было и у там всегда будут найти экстра буст там экстра бас буст и ты такой типа нахуй и вот я не хочу его можно его пожалуйста убрать нет нельзя пацан нельзя в эти вот такого нет у ирпу вот ну кого ирп отца в тоже этого нет у тебя чистый такой нормальный спокойный звук если там ударит какой-нибудь пацан то он будет нормально там типа звучать но не будет ощущение что тебя прям пердит в уши короче вот этого нету и это очень круто потому что когда ты смотришь ну когда ты слушаешь там музыку или смотришь фильм это у тебя звук ну примерно в том виде которым он задумывался вот и конечно качество звука прям существенно лучше чем обычных аироподсов то есть ровная чеха вполне ну да то есть как бы это действительно очень хорошая качество звука и слушать музыку удовольствие конечно что есть там меломанские наушники есть там наушники для аудиофилов я уверен что наверняка есть наушники которые там типа намного круче звук но эти наушники хорошо тем что они встроены в экосистему и плав потому что вот даже сейчас я например с вами разговариваю потому что они подсоединены к макбуку делается это там вообще в один в один клик там по иконке bluetooth типа выбираешь наушники через коннект и они просто пум тут же короче подсоединяются в этом в тот же секунду я могу сейчас взять iphone нажать там типа на кнопочку bluetooth и тоже при подсоединится они у меня при подсоединяться к айфону вот это на самом деле тоже дико удобно вот и вот вот то что наушники довольно хорошо работают сами по себе как как наушники то что у них есть эти все функции шумоподавления которые отлично справляются там с каким-то самолетом и вот со всеми этими вещами то что они встроены в экосистему и плава это конечно классно ничего не скажу мне очень понравилось как бы я сейчас их сделал такими прям наушниками основными в том числе для того чтобы сидеть в офисе просто значит это зажимаете кнопочку там все пиздят пиздят такой сидишь сидишь это когда выключить коллектор именно ты реально выключаешь просто всех этих людей короче там музыку что-то все это так круто выключить вот как бы вот эту всю хуйню которая вокруг тебя происходит это классно и то что ты можешь это контролировать это офигенно и опять же как бы говорю типа серьезно ты прям типа сжимаешь палец тебя все включать ты слышишь человека то есть ты реально можешь разговаривать с человеком ты совершенно нормального транспорта с моде слушать и при этом тебе не надо вынимать наушник из руха на да тебе не нужно вынимать а чё по времени то есть сколько они работаете ты знаешь я но они новые у airpods есть большая проблема у первых и у вторых довольно быстро деградировала батарея вот то есть за год типа они там на 30 процентов спокойно могла батарейка сдеградировать но могу сказать что эти пока что они новые они очень хорошо когда теряют извини перебитут в чате к вопрос который я тебе хотел задать вот когда ты включаешь звук то есть внешний звук слышишь у тебя музыка при этом играет еще конечно да и внешний мир да я объясню как это работает людей людей которые не очень понимают что такое nc active noise cancelling ну работает по по такому принципу в наушниках в том числе у тимура такая черненькая штучка с внешней стороны у меня это вот такая вот золотая точка это микрофон микрофон который слушает внешнюю среду и этот микрофон анализирует потом собственно спектрограмму внешней среды и решает что тебе в музыку подмешивать ну то есть какие звуки резкие звуки типа хлопков как какой-то громкий голос да если там кто-то тебя зовет на этой суть почему она взять активное шумоподавление а все остальные шумы она отрезает но он пропускает это через микрофон тебе в ухо даже в тот момент когда ты слушаешь музыку это работает так на airpods это также работает на собственно сониках и этим всем управляет и там и там отдельный процессор который все это обрабатывает десятиядерный я могу сказать что например вот сейчас пока мы с вами разговаривали я как раз отключил шумоподавление вот я сразу начал слышать такой типа фоновый звук в квартире и начал слышать свой голос открывай мразь понимаешь да вот у меня сейчас эффект помнишь как вот мы говорили про блюете когда ты типа нажимаем наушники вставляешь в самый микрофон типа там без задержки твой же свой же волос и ты вот у меня сейчас точно такой же эффект я слышу самого себя но только он более как-то органично потому что блюете он такой значит типа насыщенный более такой жирный не за ним и внешних шумов да и ты слышишь только свой голос а здесь ты слышишь типа окружающий мир из самого себя и он как-то более реалистично более органично тебя спрашивают а ветер не задувает микрофон но из конца нет нет это не проблема серьезно я вот этого как бы не замечал вот вы сейчас я просто не слышу я просто сегодня буквально в санях я уверен потому что у apple то же самое поскольку по всем обзорам у них абсолютно сравнимое шумоподавление с соневским я сегодня снимал кремль сэмпл для обзора который без авторкасты готовлю там одного объектива и это было на горе где стоит кремль там очень сильно дул ветер это прекрасно отсекали наушники и ничего не пропускали то есть был ну реально прям стресс-тест наушник бы сдуло но звук бы не проник серьезно кстати интересно в камере a6400 от sony чуть ближе есть функция выключить ветер да она она тоже отфильтровывает это все а если ты еще пишешься на шотган микрофон который у них цифровой специальный есть то там это еще лучше работать потому что звук по цифре передается а не по аналогу а вообще отлично вот он спрашивает как он будет работать на старой макосе на сиере вы знаете пацаны я не знаю я пробовал только на предыдущие уже теперь короче это на как-то с мохава вот но я такой что просто они по сути работают также как обычные airpods а вот потому что мохава вот я сколько пробовал типа airpods 2 и вот эти ирподс как бы и никаких супер обновлений например не выходила это что принцип у них примерно такой же как у обычного airpods но фиг знает но тут спрашивают вот говорят на велике в боссы беда с ветром прям ну вы знаете я могу сказать так что типа я вот даже ходил по улице в новосибирске и там было минус 25 начал ветер и снег и как бы самое главное что еще был момент водка кстати классная штука я ходил с капюшоном пуховика на голове и когда был в режиме транспорте там типа трется пуховик об микрофоны да и ты прямо типа слышишь вот этот звук такой короче когда включаешь но с консерингом исчезает и ты переставишь этот звук слышать да это очень круто короче airpods я очень был скептически настроен но после того как я попробовал конечно могу сказать что блин это реально круто стоит ли это 20 с хером тысяч но не знаю ребята как бы дорого но если вы встроены в экосистему apple а если вы хотите классные крутые наушники с но и с кэнселингом вообще принципе почти все особо выбора нет да это дороже чем 15 тысяч почти все но ближайший конкурент надо понимать что в этой нише я просто извините ему что перехватываю инициативу потому что просто в эти в этом говно весь месяц был погружен прежде чем соники купить но вы должны понимать что сравнимых денег стоит сенхайзер моментум про у них великолепный звук у них тоже есть шумоподавление но они просто не работают они постоянно отваливаются от телефона вот есть sony но они стоят 18 тысяч они подешевле но у них очень говеный микрофон для разговора если у тебя разница между 20 тысячами и 18-ми то да это тоже уже психологически это не так цена в принципе так то да если вам нужна самое главное вот вы должны понять если вам нужен музыкальный звук поэтому наверное к sony а если вам нужна хорошая сбалансированная по звуку гарнитуры не аудиофил и не аудиодройчер и самое главное вам нужен хороший разговорный микрофон то мне кажется сейчас у эрподсов просто ну про нет альтернативы потому что они очень хорошие какое среднее нечто вот серьезно а это кстати а есть же вот эти как вот samsung galaxy батс такой же абсолютно говеный микрофон и они стоят в 11 что ли и нет по моему инси у них они не без шумодава в общем в любом случае короче я могу сказать что я советую наушники есть у вас не стоит вопрос там с деньгами например и вы готовы там спокойно отдать за хорошие наушники там где по 20 плюс тысяч потому что это про наушники да то я прям советую особенно если вы прав есть некоторая сложность она заключается в том что вы не можете их нигде протестировать потому что ну единственный вариант это вы можете взять у кого-то из ваших друзей прямо сесть вместе спиртом их протереть грубо говоря и там засунуть свои уши потом еще спиртом но я бы все равно не советовал этого делать как бы и получать что попробовать их сложно ну то есть как бы вам быть тяжело даже если вы очень любите свою девушку например и купили ей и потом хотите себе то короче я не знаю ну генично ли это даже хотя вы так светить в разные места разные вещи поэтому ладно опустим тимур когда у вас когда уже общий ребенок ты уже даже не задумываешься таких вещах и тетка говоря про общих детей 1 саный организационный момент это можно поднять чуток микрофон чуть выше штыков очень тихо да чуть выше не милять куда выше куда вот так вот так да 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 семья короче я хотел сказать еще важный момент наверное интересно близко когда когда короче используешь в самолете то из-за того что там разница же давления но у тебя постоянно типа меняется давление внутри уж на ушной полость вот это там внутри и наушники чуть-чуть выталкивает ну-ка бы из ушей и очень смешно что когда ты их типа берешь и обратно заталкиваешь к себе в уши они сдаются и в одну и в левом и про мухи совершенно одинаковый свист такой и выходит что за рентако нажимаешь я задажу может это как эта функция типа наушников типа как-то компенсации потом понял что это реально так воздух выходит реально забавно очень сидел самолете смеялся потому что так сделано соседи в грехе а ты а ты маме карточку даешь извините это а их его кондишен знаешь пожалуйста верните карточку знаете кому не нужно возвращать карточку и у которых тоже есть некое состояние фанатам звездных войн что началось сразу фанатов звездных войн есть одно простое состояние фанатам звездных войн можно продать все что угодно пластиковый тай-файтер как вот сейчас максимка на стриме нам показывает лазерный меч в виде светодиодной лампы легко а восьмой фильм седьмой фильм можно продать и даже сериал про не побоюсь этого слова манда лорца мне понравилось другое там когда на постере закрылась часть слова мандалориан да да но шлемом главного героя и кто-то написан написал мэн де лориан хав мэн хав де лориан слушай но пацаны давайте вернемся потому что первое у сериала вышло всего две серии и этот сериал невозможно легально смотреть в россии потому что дисней плюс в россии не запустился поэтому естественно этому сериалу вынесен суровый торрентный приговор но что я хочу сказать что я смотрю вот первую серию смотрю смотрю и какой-то вот так а почему нельзя снять вот такие звездные войны генотеатры да ну типа чтобы типа почему так классно и почему вот мы получили вот 7 8 500 и они были не такими классными я не реально сижу такой думаю почему а я могу и я вот я просто забегаю как бы назад как бы я бы сегодня говорил о том что таким же вопросом я задались и блока с филами типа так подожди сколько то есть могут сейчас сняли седьмую восьмую часть а а круто было вот вот это как бы а почему мы не сделали так же дойс как бы а так мощно было до типа вот и поэтому я говорю что джону фабро которого в общем-то делал и там еще чувак сценарист который говорят тип очень крутой что-то он до это дело связано тоже со звездными войнами и в общем это джорс локус его зовут да я забыл как завали этого чувака короче смысл о том что вот команда фавро и этот сценарист вновь и добавь скобеса что-то рик фаму его нет там какой-то другой 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 короче какой-то иметь молин что-то что-то такое короче можем не в этом суть в том что этой команде ну настолько типа все проникли с мандалорец и настолько в него поверили что в общем-то говорят что якобы возможно новые фильмы по звездным войнам как раз и дадут именно им потому что я могу сказать так что типа мандалорец охуеть какой классный и это даже без от без отрыва вообще там со звездными войнами похуй очень на звоны это просто охренительно красивый классный сериал который круто снят и вы можете в конце например вы смотрите титры второй серии и вы понимаете что там на самом деле было по герой которых типа старинка и там два чувака компьютере я понял что там были всякие там java там вот эти всякие чуваки там как бы и и ты реально осознаешь что у тебя было два героя а у тебя была такая куча экшена тут куча классных каких-то моментов интересных клёвых каких-то штук которые тебе зашли тебе было интересно тебя это держало как будет и того просто что же будет дальше то а вот это а вот там то а там два чувака всего просто такой ну нихрена себе знаешь что это один из первых скажем так три пола и если это можно в контексте сериала строение сказать сериалов которые сняты с помощью андрей лэнджин вкусе в этом там очень много до реал-тайм андрей лэнджин используют да ну они делают они они андрей лэнджин используют для того чтобы правильно композить сцены в какой-то момент не для того чтобы это попало в кадр именно они это показывают актером типа как будет выглядеть сцена да но они сказали не только актером режиссеру и вообще всем ну типа вся съемочная группа должна увидеть примерно как будет выглядеть сцена впоследствии но в чем прикол они сказали что в ряде моментов когда они используют типа там на морф на этап раз фокусы там вот это все когда у тебя сзади типа там баки вот это все они говорят что они просто в чистую использовали то чтобы у тебя там какой-нибудь сзади типа у него там пустыни вот это все они говорят они просто типа лет экран сзади у чувака показаны там как он словно пустыня в расфокусе типа все и прям ебаш в продакшен понимаешь да и это на самом деле клево потому что мне кажется что вот эта история с использованием игровых утилит и механик в контексте кинопроизводства она же скоро будет как бы абсолютно если ты посмотришь на какой-нибудь дэдстрендинг условно да где мимика у персонажей просто охуеть там когда появляется мац это же мы это кино это кино да 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 вот не хватает там условно там чуть-чуть реалистичности потому что они немного пластика выглядишь это блять компьютерная графика но вот так если подумать то вот эта смесь голливудчины и смесь и игровых тулсов почему они до этого раньше не додумались . они раньше это делали просто нет и делали смотри как они делали в привязи то есть привязь это когда ну надо те нарисовать допустим интерактивную сцену за много миллионов долларов да но тебе надо понять как она будет выглядеть раскадровываться и раньше для привязи использовали unity юнити быстренько ляпали привязь но потом смотрели а потом уже рисовали это в 3d макси в мае а сейчас уже качество самих игровых движков такое что не поддерживает глобальное освещение что они поддерживают hdr что они поддерживают даже ray tracing это все технологии которые были уделом при рендера еще пять-десять лет назад я тебе приходилось ждать чтобы 24 часа у тебя просто помню я читал очень большой технический пейпер по мультику тачки где они рассказывали как они для тачек специально в пиксаре писали движок рейтрейсинга и я да яка от этого узнал что оказывается до этого в пиксаре рейтрейсинг использовали дай бог там в трех-четырех сценах мультика чтобы не умереть на продакшене а там было написано зачем в мире тачек школьный автобус на самом деле мандалорица действительно очень классный и он очень интересный и он кстати ставит кучу прикольных вопросов по канону zv но у нету есть только один недостаток и если вы не любите огрызочные такие вещи еженедельные если вы от них отвыкли я советую дождаться пока сериал выйдет целиком потому же серии очень короткий в конце декабря последних да то есть вообще в целом все в теории он 4 что ли или шесть часов будет идти в сумме полчаса серия идет если 40 минут что куда вы заметили кстати как охуительно натурально играет лицом педро паскаль и если это отличная роль я напоминаю вам что педро паскаль и тот мужик которому в игре престола в глазки проткнули внутрь он всех пор шлема не снимается урок выучили офигительную роль в наркоз в наркоз в наркоза да но мне кажется там как это должен быть снять шлем все-таки это нет мне кажется нет это знаешь это как мастер чиф боба фетт да нет это это как мастер чиф то есть он как бы вот такой герой в шлеме все как бы в общем я могу сказать так что типа ребят действительно есть проблемы связано с тем что типа маленькие серии вот такие вот ты смотришь а там так круто и ты такой брюки желтол неделю поэтому можно дождаться до конца и уже короче вот прям жду теперь каждую серию смотрю а ты сколько серебряную 2 я могу сказать что я посмотрел первую серию первая серия похож такой космический вестерн ну да ну то есть прям вот вообще космический вестерн как в принципе как и были старые звездные войны ну то есть отчасти отчасти да а вторая серия она ты узнаешь вот ты в тот момент думаешь блин неужели дисней смог как смотришь первую серию сможешь вторую серию а это же диснея действительно то что там комедия началась вот серьезно и у меня впечатления смешались потому что первая серия понравилась 2 него нас не очень и я могу сказать что мне интересно что будет дальше мне понравилась вторая часть 2 серии больше чем 1 знаешь почему потому что там практически отыгрывается то что было вовсе изначально и звездных войн ну то есть типа и спойлерные какие-то моменты и прочее как бы я не буду ничего рассказка бы но как раз таки вот то что тебе понравилось на войнах было в изначальной трилогии это что мне понравилось в мандалорце во второй серии тоже было звездных войнах потому что есть моменты когда знаешь там типа на серьезных щек все а потом начинается какая-то вот комедия и вот эта комедия это диснеевщина самой чистой воды потому что мне кажется я вставили туда специально я именем элемент мне кажется вы рано делаете выводу в любом случае потому что надо вот это самая главная проблема мандалорца было тупо выпускать его попилюль но надо было выпустить его целиком весь сезон если бы мы смотрели каждую неделю stranger things мы бы дропнули сериал потому что там есть серия откровенные мосты между сюжетными арками особенно во втором сезоне там был но когда ты смотришь это залпом тебе на это насрать или я не знаю аутерд карбан который мне безумно понравился но я понимаю что я бы не высидел его в еженедельном режиме и с мандалорцем надо было сделать то же самое тогда бы в голове сложилась цельная картина но ты знаешь это не со всеми сериалами работает потому что вот я например когда вчера или там вчера вадим иллюстратов в твиттере хорошо написал по поводу сериала хранители мы его тоже обсуждали прошлом подкасте что знаешь когда тебе говорят что типа сериал раскрывается к 5 серии наверное ты не будешь его смотреть но у тебя просто нет столько времени чтобы там высидеть 5 серий условно чтобы понять что же там линделов такого блять в хранителях накрутил и поэтому вот этот хороший маленький формат который есть мандалорца он лучше заходит людям чем формат когда типа подожди подожди 5 серий при происходят непонятные банина а уже потом тебе все объяснят как в хранителе мне хранители нравится но у меня есть свободное время их смотреть а у многих людей нету знаешь я могу сказать что надо что цеплялась перешло еще не там медленно как-то расходился но уже во второй серии было прям нормально прям пошло как раз к первой пи серии были у всех претензий как у хранителя когда потом дальше прям зашиби короче пацаны мандалорца мы советуем торрент на приговор к сожалению или можете каким-то образом пойти оплатить disney плюс через vpn через что-нибудь короче купить и потом уже с чистой душой качать где вам захочется вот я могу сказать что я так собираюсь поступить потому что как бы я вижу что сериала на самом деле хорошие выходят у disney плюсы как бы я собираюсь вот как раз чисто для чистки совести вы пойти купить подписку вот для того чтобы спокойно смотреть вот говорят про про купить про купите звездные воины мы тут с димой чачок чабы слышку да 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 пацаны да я вам не могу показать но мне прислали тут зонт который как световой меч класс класс классısı кайфога потом я промо-код завтра каст и чего и вам советуем тоже да и мы поиграли fall in order дима его прошел я его прошел наполовину игра нам понравилась вдвоем и я думаю примерно даже обоим каким обоим значит в том что fall in order классный но самое прикольное fall in order и это то что вот этот случай как ничего хорошего от игры не ждал до релиза это когда игра себя вот вообще не умеет продавать серьезно то есть тебе показали на е3 самый хуёвый момент который есть в игре почему который сделал говёна и на самой говёной планете блять который сделан через жопу я могу сказать что в финальной релизе он не улучшился не дает он такой же говно и вот это на этот момент они выбрали для того чтобы показать игру для тех кто не понимает историю в star wars джедай fall in order заключается в следующем мы берем классические звездные войны причем даже наверное не четвертый и пятый там шестой эпизод а наверное все таки первый второй третий то есть вот вторую вторую трилогию и у тебя получается вроде как неплохая история но она очень детская примитивная я не могу сказать что там типа какие-то прям грани охуительные сюжеты открываются и канон звездных войн просто там типа ломается нет классическая история про чувака который там типа весь из себя такой подаван взял в руки лазерный меч и пошел там крушить империю и в общем то посмотрим чем все это закончилось без спойлер и это должны были быть это должен быть uncharted только в мире звездных войн потому что там есть вот эти моменты когда ты просто бежишь все вокруг взрывается ломается там типа ты пробираешься сквозь какие-то истории все такое значит как это прямая как раз придай прямая как рельса дорога в которой что-то да происходит а а потом тебя кидают на первую планету а там такой типа как наш как метроиды вания то есть там типа несколько закрытых комнат ты к ним возвращаешься потому что ты открываешь там новые ключики новые способности получаешь так далее разные планеты на плане между планетами можно перемещаться и там получать какие-то там частички там геймплея там частички геймплея сям и тогда это вода и это хорошо работает но при этом они придумали еще один момент они взяли и добавили в звездные войны боевку оля dark souls оля секера там и общем соусборн игры да то есть есть стамина ты дерешься на своих мечах ты должен отбивать атаки это должен ставить блок там типа уворачиваться вовремя там использовать я про не помню мы сейчас говорим об игре по звездным воин лайк да да серьезно хочу для тех кто хочет себе такой типу секера на световых мечах устроить вы можете это сделать выкручиваете сложность на максимум и получаете то есть его да а если вы хотите просто пробежать игру ставите изи его сообщи никаких проблем не будет до самого конца игры я могу сказать что наверное это кривоватая сборка скажем так вот этих вот механик да из разных игр но она работает и она работает и для казуалов она работает и для хардкор щеков она работает для всех в принципе это знаешь это такой сейф бет то есть как бы мы добавляем все самое классное берем анчарты берем dark souls берем там типа metroid все это вместе смешиваем получается клёво и получилось клёво проблема в другом то что некоторые моменты в игре дичайше выбешивают из своей технической составляющей в игре постоянно вы будете вспоминать насколько же вылезан анчарты насколько же вылезан томпрайдер причем любой по сравнению с этими звездными войнами у вас постоянно протагонист будет прыгать там не значит там пытаться целу цепиться за кончиками пальцев и промахиваться там с коллизиями вообще какая-нибудь там жаба будет на тебя прыгать и там типа ты увернулся она тебе все равно схватила потому что анимации глюканула там я не знаю там эти штурмовики которые там тебя нападают будет там бежать в сторону текстуры это типа делая смешные движения то есть технических глюков дохера вот серьезно дохерище просто то есть игра такая знаешь она вроде как выглядит как трипл-эй но такое ощущение что ее делала не remedy а какая-нибудь там и и не команда respond а какая-то команда знаешь то есть технически это еще ладно это вылизывается там как какой-то изгон который патч может быть выйдет да как конфета хотя на релизе был такой же проблема в другом у игры есть ну от игры серьезное ощущение что вот разработчики четко знали что они создают охуенную игру они сделали охуенную игру от начала и до конца они даже успели накидать в нее примерно все что хотят от нее видеть а потом в нормальной команде начинается процесс так называемой полировки когда ты уже значит там добавляешь механики какие-то убираешь какие-то делаешь глубже где-то наращиваешь мясо где-то наоборот там срезаешь потому что не успеваешь и вот этот момент игра пропустил ее просто отправили сразу в релиз под девятый эпизод зачем-то то что в игре например есть мать муща сундуков которые надо искать поскольку это метро и 2 не только они нахер не нужны пока не нахер не нужны там только скины мечей вот серьезно которые вообще ничего не дают кроме внешне то есть тебе дают exploration и тебе реально интересно исследовать потому что иногда там куски лора какие-то дают там история скажет но тебя награждают возьми вот этот ты бегал с черном плаще будешь бегать в красном ты думаешь а нахера это было нужно вообще ну то есть какой смысл поэтому я вам советую играть в эту игру не как метро и даванию а играйте в неё блять как в абсолютно линейную блять игру просто бегите вот через все уже просто по сюжету пройдите ее и и замечательная игра на глюки тогда в таком случае внимания не обращаешь как только ты начинаешь сука возвращаться на локацию и обратно идешь там не за убиваешь какого-то босса и тебе дают розовая пальчик и хочется просто удавить этих человек людей которые придумали эту ерунду серьезно но это странное решение какие-то ресурсы стопа конечно конечно или знаешь там например история например там есть верстак верстак на котором ты себе крафтишь этот самый меч то есть там меняешь там у него там но это не имеет никакого значения только внешний вид косметика чистый возьму я тебе аккуратно напомню очень важную штуку так как ты играл на пока то отыграл в консольную грунту пока ну то я напомню что в uncharted и ты ищешь коллекте было который является просто трехмерной фигуркой какого-нибудь говна то же самое и есть в том райдере это вещи которые даже не розовые пончи это просто какой-то черепок какого-нибудь говна который не играет вообще никакого роли вот их собираешь потому что тебе нужно там комплишне сделать да то есть тебе нужно по сути пойти и там трофеи собрать так как ты играешь на пока где ты срать ебал все эти трофеи тут и макс вылетела ну да говорю ну короче смысл в том что в итоге типа ты срать ебал все эти трофеи и вообще пофигу да и ты такой ну хури да мне вот эти тут вот полурозовые плащей хорошо хотя бы розовые плащи есть понимаешь как бы они только допустим там какие-нибудь черепки или каком трехмерная фигурка понимаешь поэтому как бы очень спорная история так у макс нибудь свет опять там вырубился макси интернет или все вместе дискорд завис пишет ну тогда пусть уходит в перезагрузку вот давай отключай тогда макс короче пусть перезагружаются тебя отключу никак ну пусть повисит нас на стриме в виде квадратика кружочками короче заканчивая про фоли нордан я могу сказать что я его советую я не советую убрать на старте и наверное его если вы только ником какой-то фанат звездных войн прям бежать и ранее колу покупать дождитесь скидона это хорошая игра но в ней есть там пара технических моментов которые вас будут раздражать опять же если вы не любите дорогу боевку dark souls и всего остального просто включаете изи пролетаете нахер игру я прошел еще до часов за 25 и можете прям вот уступить так же как я это сделал такая история я может поиграю на новый год есть у меня будет возможно вот да кстати такая игра под новый год ну потому что вишка был мне сейчас в дэс трендинг еще куча не гор куча прям очень много кого которые я хочу поиграть какой момент я думал типа что я поиграю там летом но у меня нет возможности так макс просит ему перезвонить даем перезвоню без войны мы не будем этого делать потому что я нутрин его я на полу случился до версии заведут от касты и как бы давайте вот ну хорошо макс подключился самое так хорошо смотрите как бы я на самом деле хотел вам сказать про необычную штуку дело в том что я тут совершенно случайно пошел и посмотрел два мультфильма которых я слышал наверное за последние 20 лет очень много рыбка пони нет 20 лет 20 ну погоди короче я постоянно слышал про мультфильмы который называется под лабор впервые слышу полиция будущего короче это очень в двух частях есть еще по-моему насколько помню еще третья часть есть еще фильм короче но я буду сейчас дальше смотрите думать это два мультфильма от создателя ну не создатели типа а режиссера ghost in the shell призрака в доспехах оригинального не фильмы гост нашел а именно аниме и соответственно что я могу сказать это очень красивые мультфильмы которые при этом там сюжетный про первой и во второй части знаете вот я даже не знаю как это писать они очень похожи на вот это старое аниме старые 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 такое не вы когда знаете вам могут рассказывать какую-то идею и какую-то сюжетную такую историю которая на самом деле довольно вторично потому что тебе просто на самом деле хотят донести какую-то реально по-настоящему именно идею того что там библейскую что они как это в гостин дышал и просто показать красивый красивый мультик вот так как это был тоже в гостин дышал там типа 30 секунд пока под музычку покажем город и атмосфера вот здесь то же самое здесь прям вот как прям вот как гостин дышал музычка такая и город образы люди а там прошло общий сюжет в чем прикол это типа далекое будущее для японии восьмидесятых 2015 год японии созданы роботы ну естественно вот и эти роботы используют для строительства и для там полиции и для всяких таких штук и в определенный момент это про первую часть сейчас говорю в определенный момент эти роботы начинают внезапно беситься вот ну то есть типа выходить под контроль и начинать без операторов вообще как-то сами себе вести странно вот и объясняется что явно в этом замешан создатель операционной системы для этих роботов а он пропадает даже не просто пропадает короче а он типа демонстративно прыгает с огромные платформы в воду вниз там типа со стометровой вышки короче и темную считать что он погиб вот уильям гибсон и нейромант ну типа того короче и вот внезапно типа начинают ходить поочередно роботы как бы и никто не понимает почему как и в общем-то полицейская группа которая тоже типа управляет этими роботами пытаются выяснить что к чему и это как бы завязка сюжет там дальше довольно интересно как бы все это происходит и я могу сказать так что первая часть нарисована круто там прям местами очень классная анимация вторая часть я могу сказать что я просто ахуил вот потому что это несравнимая как бы анимация с современной то какой-то макота синкай как принципы да но это как вот вот как старый аниме который ты понимаешь что туда вложили курс космическое количество сил и явно там просто каждый кадр а там найти типа там 30 там 25 фпс и каждый кадр отрисован как у как рука у робота там крутится а это самое такое дожди до курином очень много вставок с роботами да это меха просто да если это меха то понятно почему так сделано это же целый жанр я могу сказать что там конечно просто уровень анимации какой-то просто совершенно безумнейший в новой части а ты прям сидишь иногда и просто такой ебануться просто просто вопрос зябрик подписался на 14 месяцев лет спасибо чувак и вопрос вопрос по поводу сюжета там разве будет такиевскую телебашню это важно нет а в короче если вторую часть не не помню такого нету нету там такого при этом чтобы чтобы поставить все на более такие понятные мейстримовые рельсы под лабором в основном второй частью очень сильно вдохновлялся дель тора когда снимал пасифик рим он об этом говорил открытым текстом что типа основным для меня вот источником вдохновения всех меха сцен служил под лабор это заметно это реально заметно ну в общем я очень вам с это потому что даже если вы там типа в целом не очень любите аниме но это такая знаете классическая картина потому что я говорю я миллион раз слышал про под лабор я вот эти вести три там и в тумблере например всякие аккаунты которые посвящены там гифкам из аниме всяким красивым да там гифки из под лабор были миллион раз тоже я просто вот я вот и мне скажи а это должен пойти посмотреть это сериал или это полнометражные фильмы это два это два полнометражных фильмов насколько помню по моему сериал тоже есть а вот смотри я вот на кинопоиске нашел написано полиция будущего нового поколения the next generation под лабор пятнадцатого года это вообще другое а да значит я не то открою ну и ладно вот ты можешь набрать знаешь например там типа условно в гугле например под лабор гиф короче и ты найдешь кучу гифок как просто совершенно там будут безумная анимация как ты будешь такой типа ни хрена себе вот и в общем там очень крутая анимация интересный сюжет классные герои и ну такой чистый сай-фай вот его даже то что ты даже ты сейчас показываешь на на стриме на нашем то есть видишь что там там каждый каждый палец аниме просто там тени объемы ты про что ты реально сидели люди были нарисовали это не трехмерная графика как бы ты или такую просто ну там просто какого-то ты будешь безумие старая с 4 90 года вот и как раз могу россии в общем-то в этом же момент как раз уже пошел снимать вот гостин дышал вот и чувствуется чувствуется что на самом вот между первой и второй частью под лабора и гостин дышал очень много общего включая вот эти затяжные там планы диалоги и такие когда прям фокус типа на людей и и ты понимаешь что типа вот каждое слово важно что они там сейчас говорят почему в какой атмосфере это происходит и как бы это больше именно опять же про визуал то есть это какие-то скрытые смыслы и визуал вот это вот то что чем можно описать в общем-то под лабора ну понятно так что я кстати могу сказать с под лабором очень смешная история его посмотрел очень давно и это случилось по чистой ошибке потому что я угорал по игре metal flag если такую помните и определенный момент мне знакомый сказал что ты в курсе что общий визуальный стиль и танчик они слизаны с аниме которое называется полиция будущего она называется танк фьючер фьючер полис танк чё-то там форс миньон да да танк миньон по-моему да охуительное аниме сериал он нарисован достаточно грубо но он очень веселый он очень классными он очень понравился кстати на секундочку создан тем же самым мазамуна ширу который создал гос на дэшел да 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 это к вопросу где это все пересекается и я пошел в наш варёк потому что аниме я тогда можно было только варке посмотреть что называется никаких торрентов не вот был далекий 2006 год вот есть на интернете евангелион акира юра цуки доджи а можно всех посмотреть короче история вся в том что мне дали да да чувак у нас есть полиция будущего сгрузили мне дивидюк такой знаете еще двухсторонний который переворачивался дивидюк вот я такой смотрю блин это же не то по первым 5 минутам что за херня вообще происходит в кадре потом такой посмотрел оба так это конечно не та полиция будущего но я пожалуй диск себе оставлю я могу сказать что это действительно очень круто как и это вот так такого не мы сейчас выходит на самом деле мало как об этом так не дрочится и вот действительно так вот с анимацией как сейчас там каком сенкай там или еще кто-нибудь как никто не делает так ну смотрите я еще хотел рассказать про одну штуку да это я тут решил сесть посмотреть сериал си видеть от apple тивит который который играл прошлом подкасте который я очень я хотел очень быстренько буквально там типа сказать быстро быстро о том что я не ждал вообще ничего кабы ну просто вы знаете вот как ты вот он висит и там вроде прикольный трейлер был ну что-то такое но в итоге я сижу и каждую серию жду потому что как ни странно мне он очень понравился ты какой серии смотрел вот 5 что ли короче ну ты далеко дошел я далеко дошел и вы знаете как бы вообще я понимаю что там куча есть огрехов там куча как бы вот сложностей но мне понравились герои мне понравилась музыка и вообще в целом стилистика и понравилось как бы в итоге вот типа что сюжет на самом деле идет так перевод по стиху постепенно эти караван идет и ты реально начинаешь ждать типа чего ждать что будет потому что там постоянно какие-то там интересные клиффхенкеры и вот там на проводной серии вот недавно когда там история с плотиной не буду говорить о чем короче ты такой блин ну там ну вообще охренеть а потом следующем эпизоде там вообще все это по-другому переворачивается ты такой были ну нифига себе короче это точно типа там не в не супер сложно да что-то такое но реально смотреть интересно поэтому если вы вдруг его пропустили и забили на него хер или там допустим все писали в интернете что у сана я порошу короче на самом деле серьезно обратите внимание потому что дайте ему шанс посмотрите первые две серии потому что вполне возможно что на вторую серию вам уже реально понравится как и мне вот такой хороший интересный экшен визуальный и плюс постапокалипсис такой и там этот довольно хорошо сделанный классный антураж поэтому не списывайте счетов да да я согласен говоря про стриминговые новинки до заканчивая что называется я буквально парой строк посоветую пару новинок на нетфликсе которые вышли на этой неделе во первых это мультфильм полнометражный выпущенный под рождество называется он клаус испанский между прочим он испанский только по стране рисования на самом деле его делала огромное количество бывших аниматоров диснея которые рисовали планету сокровищ которые рисовали кучу всякой такой классики после тарзана что называется там даже дизайны очень похожи на планету сокровища обратите внимание это полнометражный мультфильм про как ни странно санта клауса и он меня восхитил потому что вверх он офигенно нарисован чего я вообще не ожидал он вот-вот от него веет духом 2d диснея и у меня один только вопрос а хрена это вышло не на дисней плюс почему это вышло на вот потому что в тачках есть школьный автобус максим понимает и тачек из школьный сука автобус короче суть в том что клаус или тачки это же всего лишь на на машины которые были жизнь собрались вместе и просто как бы по старым документам каким-то пытаются косплеить люди приняли форму жизни которой им просто типа наиболее понравилось эхидео коджима муви а вы помните эту историю как молния маквин ездил в заднице у здоровенного грузовика короче короче суть в том что клаус очень классный новогодний мультфильм отличный такой пускай очень банальной истории но самое классно как он нарисован как там передана энергетика и вот раньше ты на такие мультики в кино ходил под серьезно это уровень я не знаю там вот риса ренессанса диснеевского но при этом сейчас это можно посмотреть на стриминге более того у него есть полный русский дубляж а чего я хренел еще больше не он сделан достаточно хорошо поэтому если вы ищете что такого поставить ребенку или там если вы угораете по диснею времен короля льва вот вот самое то я очень мультика короля льва так теперь надо да они они тех львов что без яиц там пляшут а второе это на netflix и появилась короче совершенно прекрасная третья часть шоу то есть от мэйда это их документальный проект который рассказывает про разные линейки игрушек но про то как игрушки по звездным войнам создавали по стартреку как появился лего чистая документалка они набирают участников событий и еще там бывших или текущих игрушки ты имеешь ввиду обыкновенные игрушки то есть пластиковые куклы а барби и прочее да самые обыкновенные игрушки у них вышел наконец-то третий сезон где рассказывает про черепашек ниндзя мою маленькую пони игрушек про пау рейнджеров и про рестлеров и короче очень советую посмотреть потому что например мне вот всегда был насрать на пау рейнджеров а там история вот легкий спойлер но там такая прекрасная история про то как еврей из израиля увидел во время командировки в японии по телеку какую-то адскую дичь решил эту дичь можно продать не 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 макс это не так они 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 за он значит нашел женщину на телеканале fox которая раньше работала в marvel и тоже безуспешно пыталась 10 лет назад эту франшизу продать в итоге они поскольку у руля стоял еврей придумали следующее короче мы будем брать из японского шоу сегменты со спецэффектами поскольку они самые дорогие а live action будем снимать то типа перебивки со школьниками в сша но а поскольку игрушки же нам надо выпускать а поскольку игрушки в японии уже делают поэтому шоу мы просто будем привозить их в америку и локализовывать коробки нам не надо будет создавать новые игрушки история в том что короче он раздул эту франшизу продал ее за в итоге порядка там нескольких миллиардов долларов потом эту франшизу дисней успешно просрал и выставил эту франшизу на продажу но на нее не нашлось покупателя и этот чувак а его зовут хайм собан выкупил короче говоря ее за 20 миллионов долларов у диснея после чего год назад продал ее снова компании hasbro за 500 миллионов и таки понимаешь сейчас играет 740 очень советую классная коллекционка обязательно документалка обязательно посмотрите даже если вам насрать на игрушки потому что она очень весело снята там реально очень динамичные для документального кино повествовать я вам напоминаю что покупайте деньги да покупайте деньги уронил как инвестировать покупайте деньги ладно короче макс я правильно понимаю что у нас пятая рекламная интеграция на подкаст у нас даже не рекламная интеграция так получилось что мы уже рассказывали в дткд мы очень много говорили про крисла dxracer и неожиданно нас услышал кто-то из компании dxracer причем мы рассказывали в контексте того что знаете такой типа философские вопросы шаур соц знаете как говорится о том что почему большого количества веб-кам моделей которые дрочат писью на камеру внезапно сзади и есть кресло dxracer и потом ты такой думаешь может быть они просто на твиче стримят одно она пронхабе стримят другое и как бы в общем то мы шутили про dxracer действительно с нами связались представители dxracer да буквально одну секунду парня сейчас мне надо закрыть аудишен меня опять эта фигня произошел прошу прощения ты ничего не записал не 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 он холон хранит бэкапы каждые 10 секунд так так сейчас файл я быстро экспортнусь я люблю когда у максов технические проблемы такое это чего на чего зима что за шейминг но это книжки почему даже мой сон и удасти все нормально записывать на самом маке только ты умирающий тимур опять да блять ну дим я не знаю что надо сделать держать тембр голоса на фракасе не не серьезно ты не приобрели потому что я слышу сам себя ну как бы из-за наушников то я понимаю что у меня у тембр голоса цели такой же и возможно просто из-за того что я отъезжаю а вот сейчас что делаешь да мне приходится вот так вот здравствуйте это наш подкаст завтра каст и сегодня мы расскажем вам как работает бинауральный звук бинауральный звук работает не у него все рюки что я слышал в разно кушаю то что 1 секунду просто новый файлик создам чтобы это гигабитный интернет отваливается тимур я тебя побью ну ладно не суть короче возвращаясь где x racer значит прислали мне кресло вот оно такое вот x racers king и прислал нам его официальный представитель дикс рейсер кинг дикс рейсер кинг тимур тимур значит и это дикс рейсер . с его собственно это официальные поставщики в россию они кстати в том числе локализуют инструкцию по сборке очень сложно собирается или что нет она собирается очень просто что меня удивило еще больше но суть все в том что там в том числе есть на русском все тексты и прочее из кстати если вы зайдете на дикс рейсер с ю и вы захотите купить кресло там действует сейчас до 31 января промокод завтра каст капсом русскими буквами который дает вам скидку 10 процентов так вот я всегда думал блин оверопрайснутые кресла же господи как можно за кресло отдать там 30 тысяч рублей дж кошмар ну вот и при всем при этом кстати какое какой серии тут их много разных у меня серия king красненькая давайте только хлопнем я вот кстати за заметил это неважно макс ладно вопрос новый файл ночью ой тут такие расцветки классные смотрите раша special vision короче видичку дим я синхронизировался в смысле у меня новый файл макс успокойся нормально ладно я волнуюсь суть в том что кресло думал блин ну как-то дорого потом в итоге она приехал макс 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 мы не синхронизировать скотина ненавижу тебя раз два три погнали короче ненавижу димку я ему пытаюсь жизнь проще сделать он еще стебет ну история вся в том что вот она приехала мало то что она весит 33 килограмма сколько 33 килограмма она оказывается на полностью стальном шасси вот там вот собственно кресло это полностью стальная рама то почему за такие деньги она не из алюминия как велосипеды потому что прочность там ну да ты как бы подумаем алюминий сколько тебе выдержит килограмм тем более вот эта модель для жирных людей типа меня которая должна держать большой вес потом забита это короче короче ну внутри она забита специальной пеной то есть это не полая кресло обшитое там просто кожей искусства но самое прикольное у него огромное гигантское количество различных артикуляций я прям охренел то есть она может стоять просто жестко можно повернуть снизу поршень ты можешь вот так вот качаться как в кресле качалки и вот так вот сейчас макс сломает его прям на стриме смотри вот но самое классное всегда когда тебя заебали на стриме ты можешь сделать вот так отъехать полностью вниз здесь короче у подлокотников больше позиции артикуляции чем у меня на предыдущем и киевском кресле вообще понимать при этом у меня есть вопрос к тебе давай она будут каком зарегистрировался сушками купил смотри что у меня уже с лисим хвостиком короче понятно в общем на самом деле макс ты советуешь я могу сказать так кресло неожиданно офигенная она стоит в такой простой комплектации без вот этих наворотов там типа 4d ручек так оно стоит в районе 29 тысяч но я могу сказать что на стоит абсолютно этих денег потому что но она просто железобетонная то есть я думал что приедет просто обычное офисное кресло с красным тиснением знаешь и какими-то геймерскими фишками фишечками ну вот а оказалось что это реально очень крутой продукт который очень сильно продуман то есть прям прям вообще наверное стоит этих денег потому что сейчас икея он самое дорогое офисное кресло стоит в районе двадцатки как-то оно там называется я в нем сидел я честно тебе скажу что вот мебель икеи мне нравится но кресло у икеи полное говно вот говорят что кресло маркус то самое которое периодически из россии из эмали из продажи но все вы ухвалят говорят что он очень хороший я могу сказать меня на работе она стояла по прошлой работе как она называется еще раз марк парк что маркус маркус ну-ка икея просто нет сейчас я пытаюсь вспомнить как она вы а я понял я понял как это про что ты говоришь это хороший на столе кресло марку как бы я не понимаю мне единство что дикс рейсер смещу смущает следующее что я как бы как человек который люблю хорошего красивые вещи вполне дизайна как бы я не понимаю почему таких у юбичных расцветок потому что она геймерская потому что своеобразная аудитория мы но смотри объясню у них есть серия специально для таких как ты с бомбов line называется как-то так где абсолютно все то же самое в плане фич но абсолютно классический строгий дизайн я я вообще люблю значит эти кресла которые такие наши типа с стальными рамами с аккуратненькими кожаными всякими штуками вот типа вот у меня такое она называется босс до x racer boss короче ну кстати вот ты говоришь dx racer boss классический дизайн и могу сказать что если только черное кресло потому что остальные тоже в расцветках адских вот этот так токсичный зеленый токсичный красный это и все истории токсичный токсичный зеленый токсичный токсичный но короче в любом случае мне вот честно говоря насрать на внешний вид в данном конкретном случае я солидарен с максимкой я я могу сказать что она дичайше удобная прям дичайше удобная и для человека который как бы но очень много сидит это прям лучшая характеристика а самое главное что она ну по крайней мере по первым двум неделям производит впечатление железобетонной неубиваемости потому что ну прям реально очень надежная конструкция и как стал сварена рама и как сделаны механизмы крепежи и прочее то есть это сделано из очень качественного металла кресло часть интерьера поэтому не насрать ну если ты живешь в музее туда вот у меня например как бы там я вот там отношусь очень щепетильно к таким вещам поэтому я стараюсь например там что все было красивенько короче димки там типа с максимумом похуй например короче поэтому меня вишка вообще кресло с дыркой кресло с дыркой дали понимаешь пришлите пожалуйста уже димки еще один дикс рейсер короче короче суться в том что если вот вам важнее всего удобства если вам надо чтобы кресло могло двигаться в любое положение очень просто и быстро и это все в принципе в нормальной для рынка цене потому что хорошее кресло где-то 35 тысяч рублей стоит плюс-минус так давай завтра сворачиваем короче dx dx racer.su магазин завтра каст капслоком русскими луками скидка 10 процентов действует до 31 января тем временем идите покупайте те кто хочет тем временем нинтендо занялся нам 100 рублей тимур попробуй коктейли из эспрессо виски рома витаминов глоток аж 10 минут и ты больше не умираешь на стриме и мое сердце приобретает тахикардию дима давно уже просто дорожку от стрима отрезает а все равно тимур макс не переслушивает а эти два дурика до сих пор хлопают ладоши это неправда частично надо пацаны все нормально хлопать надо короче в общем прикол в том что мы в очередной раз хотим вам напомнить уже полную вторую что 19 декабря четверг в мид папец мы будем отмечать день рождения подкаста так что если кто-то хочет приехать то приезжайте вот и кроме всего прочего мы еще метим в общем то то чтобы записывать живой выпуск с вопросами и ответами собственно с аудиторией которая будет у нас находиться прямо там и в общем то если вы хотите то приезжайте готовьте ваши подарки или без подарков просто ваше замечательное прекрасное лицо 19 декабря мид папец москва четверг да такие дела и мы соответственно заканчиваем всю эту историю с самыми интересными статьями за прошлой неделе которую мы прочитали вот кто из вас чё классно что тут классная статья была на dtf и которая объясняет как работает современная графика и собственно говоря в основном там разбирают пибер пибер из себя не знает это физикл-бэйс рендеринг то есть рендерик основы на физически корректной модели освещения то есть условно как свет должен отражаться от металла как он должен отражаться от дерева как он должен отражаться там от камня и тогда он там тогда и того подобное как это работает здесь статья на dtf и в принципе довольно понятная и так для общего развития стоит наверное почитать и понять насколько же сильно поменялись видеоигры что теперь довольно сложно просто взять и текстурку на стенку налепить нет теперь надо еще сделать normal map еще какой-нибудь там я не знаю тон map еще какую-то хуйню и еще какую-то хуйню и вот со всем этим говном мы попытаемся взлететь вот так это работает и так описание принципов буферов до описание принципов пбр советуем почитать если интересуетесь геймдевом да вторая статья которую мы хотим посоветовать это очень большой такой информативный обзорный материал у нас до сих пор есть люди и среди в том числе наших активных зрителей и слушателей которые покупают себе консоли ps4 или xbox только сейчас естественно после такой покупки первый вопрос а что же купить и вышел очень хороший материал на сайте dtf который собственно собирает вот в один большой список стоящие игры на ps4 xbox one так что если вы только вот сейчас приобрели одну из этих консолей вам нужен какой-то гайд и желательно на русском языке очень советую потому что он широко представляет огромную гамму жанров и дает много в общем-то достаточно полезной информации при покупке ну и в общем то еще классная история это про голливудских актеров статья на dtf о том как изменилось их отношение к работе с видеоиграми вот о том почему раньше они там считали что это типа всего фуфло и почему-то не этим не стоит заниматься и почему сейчас они вдруг внезапно начали охотно идти на сотрудничество с геймдевелоперами вот и уж довольно классная статья советую вам почитать пусть но и мы потихонечку заканчиваем наш подкаст хотим поблагодарить опять же наших патронов потому что чуваки без вас бы вся эта история уже закончилась вот и спасибо большое что нам заносите денег даже если значит там 12 доллара как бы блин это очень круто и в огромное вам спасибо за это вот если значит нам еще больше денег то ну как бы вообще вам низкий поклон и всякие плюшки на патреоне не забывайте об этом да потому что там можете слушать наш там дткд в аудио формате такие там подкаст без цензуры и так далее и так далее и так далее вот мы стараемся по возможности давать вам хоть что-то как бы есть у нас есть например что разыграть всякие коды там и прочие вещи мы тоже стараемся это периодически идет среди наших патронов вот поэтому в общем то пацаны заносите им больше всех мы хотим поблагодарить людей которым заносит больше всех денег соответственно и это 5d trade александр павлов алексей петров алексей кольцов антон серебряников антон жмуров артем логинов артур галиулин funko pop russia.com коллекционные фигурки в россии fx for trader.ru григорий яфа илья кузнецов илья вакарчук иван ткачев джаггер меж маринат алекс колов мой майк брюханов мистер бёрни никита стрельников орех павел петлич павел стариков полоним реплей гейм кафе в санкт-петербурге слава украине ти юджин валерия неборская варвара яфа виктор тэн владимир ходоков владислав ульяновс вова стиль мащук зив алексей пазников арсений вайс агументированный апельсин бейня гопник с автозавода дмитрий лубаков жени тонев михаил аронов сергей зароклименко и ярослав хорищенко кстати я хотел сказать о том что я же тут был в новосибирске и мы ну как бы я об этом сказал там в твиттере и в инстаграме и в общем то мы встретились с нашими слушателями там небольшой компании на счет человек типа девять или десять было но все равно сибирская ночью до из новосибирского ему на самом деле очень классно посидели в баре выпили поболтали я рассказал о чем будет 3 старика теперь об этом знает чуть чуть побольше людей а те кто не пришел тени узнают и вот и если очень рад на самом деле знаете что делать это к нам пришли кроме просто обычных слушателей еще двое разработчиков игры деск раун туса той самой которым 0 вам черно-белая такая типа пиксель перфект графика как классненькая вот даже рассказали про будущее своей игры и там довольно интересно все и в общем то опять же советует деск раун и спасибо чуваки новосибирска кто пришел я был всех очень рад видеть ну в общем то на этом мы заканчиваем наш подкаст вот и спасибо за посмотрите спасибо что смотрели спасибо что слушали спасибо что на теле до следующего раза всем пока ребят пока